Добрый день. Я приветствую подключившихся онлайн российских и зарубежных корреспондентов в Министерстве иностранных дел на очередном брифинге. Начинаем с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, 8 июня глава российского внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров проведет встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии, господином Педерсеном. В этом году планируется продолжить традиционный обмен мнениями по всему комплексу вопросов сирийского урегулирования с упором на задачи по продвижению осуществляемого самими сирийцами политического процесса при поддержке ООН и обеспечения комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам в соответствии с резолюциями 2254-2672 Совета безопасности ООН. Более подробная информация будет дополнительно размещена на официальном сайте МИД по итогам упомянутых переговоров. 13 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел ООН состоится в онлайн-формате под председательством Сербии. В ходе мероприятия ожидается дискуссия по широкому кругу вопросов на повестке дня ЧЭС, включая взаимодействие в сферах торговли, транспорта, энергетики, продовольственной безопасности и логистики. Важным подспорьем для эффективного развития социально-экономического сотрудничества должна стать новая региональная экономическая стратегия. Совместная работа над проектом соответствующего документа уже ведется и ожидается обстоятельными мнениями по существу указанных вопросов. С 14 по 17 июня, как вы знаете, в северной столице России будет проходить 26-й Петербургский международный экономический форум. Он привлечет большое количество иностранных участников из более 120 государств к страной гостям, главным гостям. В этом году выступают Объединенные Арабские Эмираты. Мероприятия посетят ряд глав государств и правительств, отраслевые министры, общественно-политические деятели, парламентские лидеры, руководители международных организаций, ведущих компаний, представители экспертных и научно-академических кругов, а также средства массовой информации. По традиции на пленарном заседании выступит президент нашей страны. От имени МИД России будет участвовать министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Намечен целый ряд его двусторонних контактов с зарубежными партнерами. Девиз Питерского форума в этом году – «Суверенное развитие основы справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Такая концепция полностью отражает ключевую тенденцию в развитии международных отношений, формировании многополярного миропорядка. В ней содержится тот объединительный заряд, который будет придан атмосфере форума. В условиях геополитических рисков, фрагментации мировых экономик, санкционного противостояния, разрушения транспортно-логистических цепочек, проблем во взаиморасчетах, созидательная роль Питерского международного экономического форума многократно возрастает. Архитектура деловой программы мероприятия сгруппирована в рамках пяти тематических блоков. Мировая экономика в эпоху глобального перелома, российская экономика от адаптации к росту, народосбережение и качество жизни – основной приоритет. И рынок труда – ответ на новые вызовы. Значительное внимание будет уделено финансовому, экономическому, промышленному и технологическому взаимодействию. Также будут обсуждены конкретные направления отраслевого сотрудничества, здравоохранения, продовольственная, энергетическая безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, включая использование возможностей трансконтинентальных транспортных коридоров, цифровизация и технологические инновации. Запланирована серия страновых и региональных сессий по актуальным вопросам мировой политики, экономики, бизнес-диалоги России – Объединенные Арабские Эмираты, Россия – Индия, Россия – Китай, Россия – Арабский мир, ЕАЭС – АСИАН, Россия – Латинская Америка. Для отечественных и иностранных компаний предпринимателей будет запущен новый идеологовый механизм – День международной кооперации малых и средних предприятий. Он ориентирован на раскрытие потенциала малых и средних предприятий, создание возможностей для установления результативных контактов и насыщен практическими инструментами, направленными на развитие бизнеса. На площадке форума традиционно пройдут региональный консультативный форум «Деловой двадцатки», международный и молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, форум лекарственной безопасности, а также выставка, посвященная инвестициям и бизнесу. В дни форума жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет обширная культурная программа. Лично протестировала ее возможности в прошлом году. Всем рекомендую Питер и окрестности. Нужно отдать должное, конечно, нашему Министерству культуры, которое за последние годы совершило, на мой взгляд, просто революцию в сфере, в хорошем смысле этого слова, культурную революцию, в сфере предоставления возможностей по посещению музеев, парковых ансамблей Санкт-Петербурга и окрестностей. Это удобно, это интересно, это познавательно. Поэтому все, у кого будет такая возможность на полях Питерского форума, конечно, не в ущерб работе, но все же нужно воспользоваться этой возможностью и посетить как можно больше достопримечательностей. И, конечно, также куда без спортивной программы состоятся соревнования по 16 видам спорта, будут и различные мероприятия, кинопремьеры, выставки, театральные гастроли, концерты классической, популярной музыки, ярмарка искусства и многое-многое другое. Будут и наши мероприятия. Во-первых, следующий брифинг пройдет как раз на полях Питерского форума. Обязательно разместим анонс с указанием возможностей для аккредитации. Ею занимаются хозяева форума. Но и отдельную дискуссию мы в этом году планируем посвятить цифровой проблематике, цифровой диктатуры или цифровому суверенитету. Посмотреть, насколько эти темы противоречат друг другу, взаимозаменяют, насколько они находятся в развитии и так далее. Рассмотрим проблемы, риски и возможности в этой связи. В этом круглом столе пройдет это именно в таком формате. Примут участие видные российские политические и общественные деятели, представители гражданского экспертного сообщества, представители деловых кругов. И самое главное, не сказала, 15 июня, именно в этот день запланирован наш организуемый МИДом, непосредственно нашим департаментом, круглый стол. Планируется обсудить современное состояние глобального цифрового пространства, наметить основные сценарии его дальнейшей эволюции, выявить наиболее опасные тренды для цифрового суверенитета нашей страны, оптимальные способы их нейтрализации. Один из ключевых вопросов, на который стараются дать ответы участники дискуссии, как найти правильный баланс между обеспечением необходимого уровня автономности и самодостаточности национального сегмента глобальной сети и сохранением преимущества доступа ко всемирной паутине. Много дискуссий на этот счет, я думаю, что разговор будет не только интересным, но и очень полезным. Поэтому приглашаю всех участников и гостей форума непосредственно принять участие. А тех, кто не аккредитован и в эти дни будет находиться не в Питере, можно будет посмотреть трансляцию. Теперь мы переходим к актуальной международной повестке. Я хочу начать с новостей экстренной, хотя, казалось бы, после вчерашнего теракта на Каховской ГЭС, о чем мы сегодня будем говорить подробнее, что могло быть еще. А в принципе, то же самое, только уже на другом объекте гражданской инфраструктуры. По имеющейся информации, 5 июня в Купианском районе Харьковской области этот участок под контролем вооруженным силам Украины произошел подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса. Да-да, тот самый объект гражданской инфраструктуры, который так часто упоминается в контексте и упоминался все эти месяцы в контексте так называемой черноморской сделки, пакетного соглашения, которое называют еще и зерновой сделкой. Мы исходим из того, что это черноморская договоренность, инициатива. Так вот, выведенные из строя одна из насосных станций, сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения. Примечательно, что практически сразу после происшествия Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовность возобновить собственно транспортировку аммиака. Мы, конечно, предпримем усилия для того, чтобы прояснить обстоятельства происшествия, но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, это, безусловно, киевский режим. Сначала представители и соучастники этой преступной банды просто блокировали его перезапуск, потом начали обставлять это различными политическими условиями, ну, например, обмен военнопленами, Запорожской атомной электростанции и так далее, а также коммерческими выгодами по расширению своего экспорта морским путем. Наконец, с учетом растущего давления, ведь поставки российского аммиака предусмотрены обоими стамбульскими соглашениями, по всей видимости, где-то там, в недрах киевского режима или их кураторов, это мне досконально неизвестно, но, видимо, где-то там было принято решение, нет аммиакопровода, да и нет вообще проблемы. Можно просто отмахиваться от не столь назойливых, но все равно иногда звучащих напоминаний со стороны секретариата Организации Объединенных Наций, можно, в принципе, не отчитываться перед мировым сообществом, ну и, в принципе, не обращать внимания на нужды тех, кому эта продукция была необходима. Просто взяли и уничтожили. Сценарий дальнейших действий известен, отработан на северных потоках. Вот сейчас интересно, с учетом вчерашнего просто коллапса мейнстримово, информационного мейнстрима коллективного Запада, хочется посмотреть. Снова пойдут тем же путем? Тоже сумеют найти возможность обвинить Россию, российскую сторону, поискать руку Кремля? Или все-таки хватит совести? А может быть, не совести, может быть, уже, не знаю, инстинкт самосохранения подскажет, что пора поискать диверсантов где-нибудь в районе Банковой? А почему я говорю про инстинкт самосохранения? А неужели у кого-то еще на Западе есть сомнение, что эти, ну, да, по первичным признакам как бы люди на Банковой, этот киевский режим на чем-то остановится? Неужели у них есть сомнение, что если они сейчас шантажируют коллективный Запад, требуя все больше денег и оружия, и, видимо, уже не только этого, но и стимулирующих средств, неужели они считают, что они затем не перейдут от слов просто к делу? А я напомню, так было со всеми туристическими, экстремистскими организациями, со всеми. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой. А потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей. И если у кого-то среди общественности, экспертов, политологов, людей, которые отвечают за безопасность, есть хоть какие-то сомнения, что этот киевский режим потом не обернет свое террористическое нутро против своих же создателей, они ошибаются. Они жестоко ошибаются. К сожалению, потом будет поздно. Потом будет все, как с Бен Ладеном. Потом будет все, как с ИГИЛ, Джабхата, Нусры, запрещенными структурами. Все повторится буквально до деталей. Но это будет потом. Потом эксперты, журналисты на ведущих американских, канадских, британских, ЕСовских каналах будут анализировать ситуацию и сказать, где же они тогда промахнулись. И почему те самые как бы демократические силы, которых они так охраняли, полагая, что они будут проводниками демократии в регионе, то есть на Украине, когда же наступил момент превращения их вот в этих неконтролируемых античеловеческих монстров? Да этот момент давно уже настал, и мы о нем говорим много лет. Предпосылки были очевидны. Это люди, которые не знают своей истории и полностью ее отрицают, переписывая ее заново под диктовку тех, кому это выгодно. Это люди, которые не имеют никакого отношения к обществу, политическому сегменту, Украины как государство. Эти люди не умеют управлять ничем в принципе, и они были за огромные деньги приведены к власти вот таким антиконституционным путем. Дальше включили кнопку тотального разрушения. Вот, собственно, так и произошло превращение их из сил свободолюбия в силы разрушения. Но это будет все потом, и мы, безусловно, будем видеть все эти сериалы, все эти ток-шоу на Западе, которые будут пытаться найти ответ на вопрос, когда же это случилось, и как так они все это проморгали. А пока вернемся к той рутине, которой занимается киевский режим, к уничтожению Зеленским и его головорезами гражданской инфраструктуры на европейском континенте. Омега-провод был одной из стержневых задач в рамках работы по реализации пакетных договоренностей, заключенных в Стамбуле 22 июля прошлого 22 года. Объект имел ключевое значение с точки зрения обеспечения глобальной продавательной безопасности. В год через него прокачивалось, напомню, порядка 2 миллионов тонн сырья для производства удобрений, достаточно для того, чтобы накормить 45 миллионов человек. Таким образом, киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака на мировые рынки, нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и показанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу и в целом предложившего стамбульский пакет, гуманитарное значение которого, к сожалению, обесценивается на глазах. И еще. Вы помните, какую истерику год назад устроили западные масс-медиа, мейнстрим, подконтрольные Вашингтона, Брюсселя и Лондона средствам массовой информации относительно продовольственной безопасности во всем мире? Помните же, да? Не было дня, чтобы не тянулась рука где-нибудь в мировом пресс-центре, и корреспонденты западных информационных агентств и телевизионных каналов не задали бы вопрос какому-нибудь спикеру, что там с поставкой продовольствия, что там с нуждающимися странами, что там происходит, и кто будет нести ответственность, если это продовольствие и эти самые удобрения не поступят в те регионы мира, которые так в них нуждаются. Это было буквально каждый день на каждом канале, в каждой газете, на каждом сайте. Организация объединенных наций, огромное количество профильных международных структур, семьи ООН, неправительственные организации, гражданское общество, все были вовлечены в эту глобальную пиар-компанию. У меня вопрос, закончилась? Закончилась пиар-компания? Все, так сказать, рекламный бюджет иссяк, нет больше продовольственной безопасности в мире, никому не интересно, как и что будут получать и есть нуждающиеся страны и голодающие во всем мире. За год решили проблемы? Да, безусловно. Правда, эти проблемы с одной стороны решены, а с другой стороны возникли новые на территории стран ЕС. Они подавились этим самым зерном, которое вывозили целый год. Подавились настолько, что они взмолились, некоторые страны, исходя из требований своих производителей, закрыть их рынки даже транзитно для украинского зерна. А что касается Азии, Африки, других регионов мира, сколько из этого они получили? Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, к украинскому кризису. Вчера, 6 июня, в результате целенаправленного обстрела ВСУ произошло разрушение дамбы Каховской ГЭС, вызвавшее неконтролируемый спуск воды из водохранилища и масштабное затопление расположенных ниже по течению Днепра населенных пунктов и территорий вплоть до Черного моря. Это преднамеренная диверсия киевского режима. Я хочу обратить внимание, что, безусловно, как вы знаете, наши правоохранительные органы занимаются расследованием, возбуждено уголовное дело, и все необходимые квалификации будут даны. Сейчас то, о чем мы говорим, это, безусловно, политическая оценка на основе имеющихся фактов. Поэтому еще раз подчеркну, да, безусловно, изничтожение намеренное, преднамеренное, целенаправленное изничтожение гражданской инфраструктуры для нанесения ущерба гражданскому населению, это, конечно, террористический акт. Следствие установит дополнительно все обстоятельства по этому делу и будет дана четкая, завершительная, завершающая и подводящая черту квалификация. Но на сегодняшний момент к описанию этой ситуации подходит все. Терроризм, экстремирзм, диверсия. Так вот, эта преднамеренная акция киевского режима планировалась заранее. За последний месяц уровень воды на Каховском водохранилище был искусственно поднят с 14 до 17,5 метров. На это указывает французский гидрологический портал. Нет, это не рука Кремля. Это те самые западные мониторинговые структуры, которым Запад же должен доверять. Непосредственно накануне атаки киевские власти дали команду начать дополнительный сброс воды с Днепровской ГЭС, находящейся выше по течению реки. В итоге, даже спустя 10 часов после подрыва дамбы уровень воды водохранилища не падает, а даже растет. В этом контексте показательные заявления украинского генерала Ковальчука. Они сделаны были в интервью газете The Washington Post еще 29 декабря 2022 года, о чем говорил российский постоянный представитель при организации объединенных наций, господин Небензия. Украинский генерал Ковальчук в частности сказал, что ВСУ еще тогда нанесли теперь прямая цитата пробный удар из американской реактивной системы залпового огня ХАЭМАРС по одному из шлюзов Каховской плотины, чтобы сделать в нем отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре. У меня теперь вопрос. Кирби Карин Джан-Пьер все люди, которые отвечают за коммуникации в Белом доме, в Госдепартаменте. Скажите, пожалуйста, это напрямую вас касается. Вы обязаны дать ответ. Вы знали об этом? Вы знали, как используется американское оружие? Вы знали, как используется оружие, которое поставляется на территорию Украины на деньги американских налогоплательщиков? Вы знали, что из американского оружия совершаются пробные тесты по совершению теракта в отношении гражданской инфраструктуры в третьих странах? Это невозможно не заметить. Это напечатала американская газета полгода назад. Все разговоры о том, что в Белом доме недостаточно информации ставят вопросы в принципе о ментальном здоровье. Если американские газеты, американские журналисты публикуют и печатают материалы, которые не читают в Белом доме и не могут сопоставить с фактами, действительно, мне кажется, пора уже вызывать санитаров. Еще раз, это те вопросы, которые мы прямо ставим в публичном пространстве перед Белым домом. Вы обязаны на них ответить. Далее. Нынешний очередной теракт киевского режима уже привел к экологической гуманитарной катастрофе. Затоплены десятки населенных пунктов. Мелеет Каховское водохранилище и Северокрымский канал. Они снабжали водой Крымский полуостров. Огромный ущерб будет нанесен сельскохозяйственным годом, заповедником всей экосистеме региона. И теперь второй вопрос, такой же прямой, это что началось только вчера? Разве Белый дом, Госдепартамент, Европейский Союз, НАТО, Совет Европы, ОБСЕ и все другие организации, так хлопочущие за киевский режим, не знали, что его представители занимаются диверсиями в отношении гражданской инфраструктуры, в том числе перекрывая воду для Крыма на протяжении многих лет? Разве они не знали о том, что минировались ЛЭП, линии электропередач? Разве они не знали, что основной целью многолетней ударов по Донбассу является гражданская инфраструктура? Ответ знали, но вопрос остается, если знали, на каком основании много лет не просто молчали, а поощряли киевский режим на совершение подобных терактов? Киевский режим и его западные хозяева явно стремились к тому, чтобы создать проблемы для российской запорожской атомной электростанции. Вы молодцы, молодцы, я понимаю, я прекрасно понимаю, что образовательный уровень основной массы населения в Соединенных Штатах Америки настолько низкий, что им можно продать и эту историю, так как это делает сейчас Белый дом, как делает Госдепартамент, в принципе недалеко ушли и Европейский Союз, НАТО, расположенные на европейском континенте, есть только маленькая деталь, это атомная электростанция, здесь уже нельзя построить плотину, здесь нельзя придумать какой-то защитный покров или что-либо подобное, нет, это произойдет, если произойдет, молниеносно и накроет всех, ведь падение уровня воды может поставить под угрозу работу системы охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, а что происходит потом, к сожалению, мы все прекрасно знаем. Теракт преследовал очевидные военные цели, о чем вчера говорил руководство Министерства обороны нашей страны, подготовить в СУ условия для форсирования обмелевшего Днепра в целях нанесения удара по азовскому направлению в рамках пресловутого контрнаступления, которое явно буксует, несмотря на масштабную военную помощь США и их натовских союзников, дополнительно мы сегодня тоже уделим этой теме внимания. Мы призываем международное сообщество осудить это очередное варварское преступление украинской военщины и всех тех, кто ее много лет спонсировал. Все это наглядно демонстрирует сущность, террористическую, экстремистскую сущность Зеленского и его кураторов из Вашингтона. Они также уничтожают памятники. Они точно также уничтожают все, что не вписывается в их узкое представление о мире. Они вообще умеют только уничтожать. Это единственное, чему их обучали все эти годы на американские деньги. Последние дни участились в попытке боевиков ВСУ перейти к более активным военным действиям. При этом появляются сообщения о том, что атакующие российские позиции подразделения состоят из большого числа иностранных наемников. В провокациях участвует так называемый польский миротворческий корпус. В интервью западном СМИ Зеленский заявляет о готовности контрнаступа, о котором полгода заявляют украинские информационные ресурсы. одновременно он предупреждает, что погибнет большое количество украинских солдат. Однако западные кураторы спокойно относятся к перспективе гибели тысяч украинцев, продолжают требовать от киевского режима отдачи от вложенных в режим средств. Потому что гибель людей это одна из задач тех, кто защищает интересы золотого миллиарда. Эти люди для золотого миллиарда не представляют никакой ценности. Как их назвал Боррель? Джунгли. В этой связи процитируют недавнее высказывание немецкого политолога Вольфанга Меркеля. Прямая цитата. Проблема Киева не в вооружении. Тем более, что страна получает от нас все больше и больше. На Украине закончатся люди. Конец цитаты. Вдумайтесь в эти слова. Немецкий политолог произнес фразу «закончатся люди». Воевать до последнего украинца. Вот это и есть истинный план тех, кто отстаивает теорию золотого миллиарда. Они же даже не скрывали все эти годы, что сокращение населения земли одна из их приоритетных задач. Добивались этого по-разному. Вот дошли до этого региона и считают, что у них здорово получается. Уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений, ну и, конечно, тех коррупционных схем, по которым это вооружение то поставляется, то не поставляется, то поставляется совершенно на другие цели и задачи в другие регионы мира. Сколько еще марионеточный режим Зеленского будет обманывать собственное население? Обманули уже достаточно, вроде бы. Куда же еще-то? К эскалации призывают и высокопоставленные чиновники ЕС. Им тоже мало. Они, видимо, еще досчитались какого-то количества граждан Украины. Задача-то не в этом. Напомню, о золотом миллиарде говорят именно они, евроатлантические институты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн 31 мая на форуме по глобальной безопасности Братиславе рассуждала о необходимости расширить поставки на Украину дальнобольной артиллерии и систем вооружения. При этом продолжать поставки нужно, по ее словам, столь долго, сколько это потребуется. Обратили внимание на истинное восприятие Зеленского с западниками, кстати говоря, тоже очень показательно. Если кто-то думает, что, знаете, они отделяют ненужных, как все время подчеркивают натовцы в своих идеологических тезисах украинцев, граждан Украины и воюющих в рядах ВСУ от некой политической элиты Украины, тоже не надо обольщаться. Во время второго саммита европейского политического сообщества, а он состоялся 1 июня в Молдавии, премьер-министр Люксембурга Савья Бетель жестом показал украинскому президенту, что ему следовало бы помолчать. знаете, так, в общем, было сказано. Посмотрите эти видеокадры, мы обязательно ссылку поставим в тех сегодняшнего брифинга, но посмотрите, он просто жестом показал Зеленскому, что ему, Зеленскому, пора заткнуться, что он просто надоел, надоел своей болтовнёй, что от него устали, что он начинает их раздражать. Запомните, так будет с каждым, кто продался. Неважно, за копейку, за миллион, за миллиард, это не имеет потом никакого значения. Так будут общаться с каждым, кто продал свою страну, свой народ, свою историю, да даже своих предков, не тех, которых не знали из древности, а тех, кто его Зеленского воспитал. Он ведь их тоже продал. Вот так ему показывают его место, историческое место. Надоел, раздражаешь, заткнись. Вот таково реальное так называемое уважение к функционерам киевского режима, которые гастролируют по миру и выклянчивают денежку то в долг, то не в долг, то хоть как-нибудь, лишь бы далее. Вопрос-то теперь открытый, а кто будет за это всё расплачиваться? Раньше, но ещё какое-то время назад, мы всё время говорили о том, что эти долги, которые сейчас повесили тяжелейшим ермом на Украину, будут выплачивать будущее поколение украинцев. А мне кажется, у Европейского Союза другой план, и у НАТО другой план, и тем более у Лондона с Вашингтоном. потому что я не вижу, чтобы эти евроатлантические институты хоть как-то были заинтересованы в том, что у украинского населения будут будущие поколения. 2 июня мы почтили память жертв авиодара ВСУ по Луганску в 2014 году. Да, ровно 9 лет назад в мирный город, где не было никаких военных объектов, внезапно пришла война. Авиабомбы были сброшены на жилые административные здания, сквер и автопарковку. Всего было выпущено около 20 неуправляемых авиационных ракет, в результате чего 8 человек погибли, 28 получили тяжелые ранения. Знаете, для нас, для всех это был шок. Многие, да большинство вообще не заметили. Да как будто не было ничего. Где Луганск говорили на Западе, да и многие те, кто называл себя либеральными силами, нет, не слышали. А что там случилось? Наказание за это преступление на Украине конечно никто не понес. Нормальная история для современной Украины. Одесса, Тонбасс, кто когда за что отвечал, только поощряли. И это несмотря на то, что факт обстрела подтвердила специальная мониторинговая миссия УБСЕ. Как действуют боевики в СУ мы видим на примере приграничного города Шибекина в Белгородской области. Подчеркну, в городе нет ни одного военного объекта. Несмотря на это, украинские боевики наносят массированные бомбовые удары пожилым домам, улицам, социальным объектам. В город летят даже не десятки, а сотни бомб. Задумка неонацистов, неофашистов посеять панику, убить как можно больше гражданских лиц. Это подводит к выводу о том, что киевский режим воюет с мирным населением и не скрывает свои цели истребить как можно больше русских, потому что такова задача. Об этом говорил сенатор Грэм, об этом говорил бывший президент США Джордж Буш младший, ровно так, ставя перед киевским режимом задачу, формулируя ее вслух, называя вещь своими именами. Мы получаем сообщения и о других террористических актах, грязных методах и планах которых не гнушаются украинские функционеры. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилище с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту. Это, конечно, абсолютная политическая агония киевского режима. Это очевидно. Сами себя довели до края. Сами себя загнали в тупик. Сами не могут оттуда выйти. Не могут набраться сил признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории продали самих себя. Нет сил признаться. И теперь они приступили вот к таким масштабным туристическим актам и диверсиям. В городе находится несколько ядерных реакторов, в том числе в научном центре Харьковской физико-технический институт, которые также могут стать объектом провокации киевских нацистов. Вот эта самая бойня, нужна киевскому режиму в том числе для того, чтобы хоть как-то, хоть что-то предоставлять доведенному до отчаяния собственному населению, которое брошено в яму нищеты, позора, безверия. Почти все кредитные деньги идут на покрытие военных расходов, значительная часть просто разворовывается. Это не вопрос финансового будущего Украины как государства. Это вопрос бездонного какого-то колодца, в который падает киевский режим, таща за собой всех, кто ассоциирован с нынешней Украиной. На этом фоне незаметными оказываются новости, касающиеся экономики вообще в целом глобально Украины. Среди них нет ни одной какой-либо обнадеживающей тенденции. Я имею в виду обнадеживающей для населения. На лето в Верховной Раде запланировано принятие ряда непопулярных законопроектов, которые направлены против украинского населения и бизнеса, ну, видимо, чтобы добить окончательно. Назначено резкое повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление, цен на топливо, сокращение налоговых льгот для предпринимателей. Вслед за этим ожидается очередное обрушение курса гривны. Киевский режим давно не волнует благосостояния собственного населения. Да о чем там? Речи об этом, конечно, нет. Его деятели могли, конечно, не допустить всего этого, просто выполняя свои международные обязательства. Однако, очевидно, что они давно не работают в интересах своего населения, своей страны. Все это управляется извне. Западный куратор киевского режима преследует свои стратегические цели и иногда просто проговариваются о них в публичном пространстве. Я уже говорила о сенаторе Грэмми, о бывшем президенте США Джорджи Буше младшем. Польский премьер-министр Моровецкий на днях заявил, что события на Украине дают шанс расширить ЕС, заявил Моровецкий, до географических границ Европы. Я что-то не понимаю. Это просто такое отношение к кому? К Украине или к кому? Польша, видимо, в таком случае получит безопасность на границах, он так считает, Европа в целом, опять же, прямая цитата, столетие мира без российской угрозы. Иными словами, Польша, по словам Моровецкого, стремится украинскими руками решить собственные геополитические задачи, которые сводятся к уничтожению России как независимого государства. И, кстати говоря, хочу обратить внимание на то, что в составе ЕС есть страны, которые лежат за пределами географических границ Европы. Но я прекрасно еще раз понимаю несостоятельность западного образования и очень низкий уровень тех, кто приходит там к власти. Они просто, видимо, вообще с географией незнакомы. Тем временем украинские политические деятели, в частности, Арестович, длительное время, которое он выполнял функции советника Зеленского, советника главы офиса Зеленского, раскрывают свое истинное отношение к жителям Донбасса и Крыма. Они планируют устроить массовый террор, а именно репрессировать 5 миллионов человек, разделить людей на категории, создать, как они сказали, особую зону. Я сейчас приведу вам прямую цитату из Арестовича. Тех, заявил Арестович, кто сотрудничал с россиянами, будем поражать в правах 10 лет без голосования. Ну, что-нибудь такое. Конец цитаты. Он также обещал применять денежные штрафы, аресты, конфискацию имущества. Причем, в отношении мирных жителей, по его словам, будет действовать презумпция виновности. Ну, я хочу сказать, что это даже не варварство. Это, ну, просто варвары тогда даже не знали, да, о том, что есть презумпция невиновности и так далее. То есть многие вещи им были незнакомы, этим-то знакомы. То есть это, знаете, они переплюнули, по-моему, всех, кто в истории записан как раз на черной странице исторических книг. Ясно, что такие планы присущи ненормальному демократическому правовому государству, оккупантам, захватчикам, фашистам, террористам, экстремистам. Собственно говоря, именно такими являются киевские правители нынешние. Вчера, 6 июня, отмечался Международный день русского языка, который празднуется, как все знают, день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня на Украине продолжают сносить памятники этому поэту. И несмотря на то, что вчера Организация Объединенных Наций отмечала этот день, его отмечали во многих странах, на международных площадках, у киевского режима у нас случилась настоящая истерика в социальных сетях, официальных, которые аффилированы, еще раз подчеркну, официально с Украиной. Просто началась, я даже не знаю, какая-то словесная вакханалия на этот счет всех, кто себя причисляет и ассоциирует с киевским режимом. При этом почему-то они стыдливо умолчали о том, какое количество памятников снесли за прошедший год-полтора Александру Сергеевичу Пушкину. Еще раз, я просто хочу обратить внимание, что это международный день русского языка, это признанный ООН день русского языка, это день русского языка, который отмечается во многих странах из любви, из любви, уважения, поклонения той великой культуре, которая создавалась и описывалась русским языком. когда киевский режим вчера в очередной раз обезумевший начал ругаться и испражняться какими-то проклятиями в адрес русского языка, им все-таки нужно было бы, мне кажется, по-честному рассказать мировому сообществу, которое по-настоящему ценит и любит наследие Пушкина, сколько памятников они Пушкину изничтожили. Так вот, я тогда восполню этот пробел. Около тридцати. Только за полтора года около тридцати памятников Пушкину было уничтожено киевским режимом на подконтрольных ему территориях. Это только то, что можно было зафиксировать, то, что получило освещение в средствах массовой информации и то, что имеет фактологические доказательства. А сколько еще осквернено или было уничтожено, но при этом не попало в СМИ, остается только догадываться. И ведь это не предел. Ведь так-то будет и дальше там, под киевским режимом. Что ж, постеснялись-то рассказать. Могли бы выставку киевский режим провести в секретариате организации объединенных наций, одни государства рассказывают, как сохраняют памятники, в том числе Александру Сергеевичу Пушкину. Проводят конференции относительно влияния вот этого одного, одного человека на мировую культуру. А киевский режим вполне мог бы провести выставку, как он изничтожает памятники, поделиться опытом с другими экстремистскими организациями, структурами. Вот ИГИЛ тогда в Сирии, в Пальмире уничтожал памятники, а теперь киевский режим уничтожает памятники. Разница только в том, что ИГИЛ уничтожал, запрещенная организация ИГИЛ уничтожал не то, что сам создавал, и не то, что создавали его ближайшие предки в новейшей истории. Это никаким образом их не оправдывает, но так, деталь. А киевский режим изничтожал то, что создавалось руками людей буквально предыдущего поколения. За эти 30, 40, 50, 60, 70 лет это вообще невозможно понять. Это невозможно ни понять, ни принять, ни каким образом объяснить. Но стесняться не надо, надо об этом рассказывать киевскому режиму подробнее с картинками, с видеорядом. Но я думаю, что мы восполним этот пробел. Я думаю, что нужно обязательно на международных площадках провести вот такие образовательные выставки. До чего может довести народ правителей, которые никогда людьми не избирались, а были приведены к власти на американские деньги. Ну так вот, памятники сносят, но это не все. Начиная с 2014 года киевский режим борется со всем, что связано с Россией, особенно с русским языком, и примечательно недавнее заявление секретаря СНБУ Украины Данилова. Он пообещал прямая цитата выбросить из страны депутата Верховной Рады Максима Аркадьевича Бужанского за русскую речь в телеэфире, обозвал его недобитком русского мира, при этом пригласил зачистить всех пророссийски настроенных русскоязычных как прямая цитата токсичный хлам. Это в отношении живых людей так киевский режим объясняется. Ну, нормально для них, а что? Да, кстати говоря, и произведения Пушкина, как вы знаете, а может быть и не знаете, но я вам расскажу, исключены из школьной программы на территории Украины. Действительно, зачем? Люди образованные создают много проблем. Куда, как проще вот так управлять необразованными? В этом контексте вспоминается интересный фактор. Одно язык Зеленского русский, а украинский, кстати говоря, он выучил, когда стал президентом. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в одном из интервью в этом году заявил дословно следующее. Прямая цитата. Забавно, что когда он, Зеленский, стал президентом, он по-украински не мог двух слов связать. Нашему Госдепартаменту, слава богу, не нашему, не российскому, а Госдепартаменту США это стоило большой головной боли. Пришлось несколько месяцев подряд его гонять, чтобы он начал говорить. Мне, правда, эта цитата напомнила собачье сердце. Помните, как Шарикова обучали? Вот примерно так же, мне кажется, натаскивали Зеленского. Обращать на себя внимание еще и то, что лингвистическими навыками вновь избранного украинского президента было так сильно озадачено не украинское государство, а Соединенные Штаты Америки. Ну, понятно же, почему. Их проект. Заводная кукла должна говорить на том языке, на котором должна говорить. новый закон о пенсиях за особые заслуги перед Украиной. Вот это вообще отдельная история. Он был принят в конце мая текущего года Верховной Радой и является просто настоящим плевком в историю или, скорее, то, что от нее осталось на территории Украины и оскорблением ветеранов Великой Отечественной войны, которые боролись с фашизмом. В чем же суть этих нововведений по закону? Отныне лицам, имеющим особые заслуги перед Украиной и достойным вознаграждения за это в виде доплат пенсии будут считаться исключительно бандеровцы и диссиденты-антисоветчики. Все. Как говорится, других достойных на Украине нет. Только эти остались герои, новые. То есть, хорошо, забытые старые и теперь реинкарнируемые. Способники гитлеровской Германии будут именоваться борцами за независимость Украины в 20 веке. Можно не сомневаться, что бывшие боевики дивизии СС Галичина будут непременно причислены к имеющим особые заслуги. Еще бы. Таким образом, удар наносится по настоящим ветеранам, перед векам производства, всем тем, кто защищал, освобождал и создавал ту Украину, которая еще не так давно была одной из самых богатых постсоветских республик. Новый закон имеет определенную финансовую направленность. Да, кстати, по поводу новых советских постсоветских республик, новых государств и так далее. Никто же не говорит, что все все было ровно, гладко, беспроблемно. Тогда, в советский период, ведь и ошибки многие признали, и за многое покаялись, и какую-то работу провели, достаточно серьезную. Значит, не означает какого-то, знаете, тотального обожествления того периода, как периода исключительного благополучия и высокой нравственности и духовности. Ну, конечно, нет. Но есть же объективные и показатели, и вещи. Есть то, что создавало благополучие Украины как молодого государства. Всего того, что сейчас просто брошено под нож вот этой террористической машины Зеленского. Новый закон имеет и определенную финансовую направленность. Очевидно, что неофашистов и предателей бандеровцев среди пенсионеров явно меньше, чем истинных ветеранов и заслуженных героев Великой Отечественной войны. Отсюда вывод. Даже с учетом нищенского уровня пенсии на Украине это очередная попытка сэкономить на стариках. Как бы мы об этом говорили неоднократно. Как бы западные спонсоры не стремились накачать оружием киевский режим с целью нанести России как можно больше вреда. Их старания тщетные. Да, если они продолжат, погибнет еще больше людей. Да, если они продолжат, к сожалению, киевский режим не успокоится и будет проводить экстремистские туристические акты. Я уверяю вас во всем мире, киевский режим никогда не сможет стать иным. Это их истинное лицо. Никакие ухищрения, никакие провокации англосаксонского политического мира не повлияют на те цели и задачи в глобальном плане, о которых говорило российское руководство. Еще одна тема, связанная с ситуацией на Украине. Речь идет о брифинге спецпредставителя правительства КНР по делам евразийского региона Лихуэя по результатам его турне по странам Европы с миссией содействия урегулирования украинского кризиса. Как вы знаете, во второй половине мая текущего года спецпредставитель правительства КНР совершил турне по ряду европейских столиц с целью оценки возможностей запуска процесса мирного урегулирования кризиса на Украине. 25-27 мая он находился в Москве, где был принят министром иностранного дела России Сергеем Лавровым и встретился с заместителем министра Михаилом Галузиным Андреем Руденко оцениваем составившиеся контакты как полезные как содержательные мы об этом уже говорили на организованном в Пекине 2 июня брифинге для иностранного дипкорпуса и средств массовой информации спецпредставитель правительства КНР Лихуэ рассказал об основных моментах с которыми были связаны его поездки его переговоры он сделал акцент на том что подстрекательство это прямая цитата подстрекательство к войне принесет еще больше бед конец цитаты мы разделяем этот вывод и призываем страны НАТО прекратить поставки оружия Украине которые приводят к дальнейшей эскалации конфликта новым жертвам прежде всего среди самих украинцев приветствуем готовность КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса конструктивные соображения изложенные в составленном китайской стороной документе который называется оппозиция Китая по политическому регулированию украинского кризиса 21 марта в заявлении для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Сидин Пином президент России отметил что прямая цитата многие из положений выдвинутого Китая мирного плана созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного регулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве в вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать что Россию не нужно побуждать к переговорам так как она никогда их не блокировала сегодня возобновление переговорного прерванного киевским режимом в прошлом году переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов возможно даже западных кураторов в первую очередь к серьезному обсуждению новых геополитических реалий которые если говорить об этой готовности вот этой готовности мы пока не наблюдаем мало того напомню еще раз хотя по-моему это уже должно быть всем известно киевский режим сам себе запретил переговоры с Россией на законодательном уровне то есть в своем собственном законодательстве закрепил запрет вести с Россией переговоры и вот об удобрениях о том о чем мы говорили только несколько в другом контексте в рамках реализации российской инициативы по безвозмездной передаче отечественных минеральных удобрений нуждающимся странам так вопрос просто о том насколько кто искренен в своих посылах и в своих посулах и в своих обещаниях стремлениях и беспокойствах так вот 29 мая в кенийский порт Мамбаса прибыла вторая партия в 34 тысячи тонн минеральных удобрений для нуждающихся стран речь идет об объявленном еще в сентябре 22 года российском предложении бесплатно передать странам которые сталкиваются с угрозами голода порядка 300 тысяч тонн нашей продукции которая просто была заблокирована которая застряла в портах Латвии Эстонии Бельгии Интерландов опять же когда я говорю застряла это означает что она была заблокирована местными властями местными режимами которые придумывали истории про санкции санкционные блокировки и так далее и так далее в то же время следует отметить что несмотря на сугубо гуманитарный характер данной акции участие в ней всемирной продовольственной программы ООН и погашение собственниками удобрений группы Уралхим Уралкалий всех расходов на транспортировку и доставку удобрений вывоз грузов осуществляется с большим трудом и проволочками о чем идет речь просто на примере цифры фактов я сейчас хотела бы это продемонстрировать за почти 10 месяцев были отправлены всего 2 партии 20 тысяч тонн в Малави и нынешние 34 тысячи тонн в Кению на очереди поставка еще 34 тысяч тонн в Нигерию на этом фоне тем более абсурдно звучат заявления лицемерные лживые фейковые западников о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода разумеется вывязки исключительно с вывозом украинского фуража и кормовой кукурузы мало того что нуждающиеся страны получают абсолютный мизер 2,5 процента украинских грузов это порядка 772 тысяч тонн из 31 миллиона чтобы понятно было кого кормит Украина задаром американцы европейцы и украинцы продолжают блокировать российские поставки зерновых и удобрений откровенно спекулируя на росте цен в физическом дефиците этих ключевых товаров на мировых рынках ну а теперь добавился просто еще и так сказать очередной акт диверсии по аммиаку о чем мы сегодня говорили в начале тем не менее российские производители экспортеры сельской продукции будут и впредь ответственны и в полном объеме выполнять все имеющиеся в них коммерческие гуманитарные обязательства безвозмездные поставки российских минеральных удобрений нуждающимся странам наглядный тому пример ситуация в Молдавии продолжаем наблюдать за развитием обстановки в этой стране вынужден констатировать что ситуация движется в сторону открытой конфронтации между руководством страны которая проводит политику сближения с западом в ущерб традиционным связям с Россией и странами СНГ и большей частью молдавского общества которое такой курс не поддерживает не потому что это политический курс с какими-то оттенками с которыми кто-то не согласен потому что это разрушение разрушение которое идет в разрез вопреки интересам большей части населения Молдавии власти стремятся любыми средствами продемонстрировать свою принадлежность к так называемому коллективному западу а у народа Молдавии зрели все больше широкий все более широкий протест против такой политики нужны примеры пожалуйста я могу привести 24 мая депутат отправивший прозападной партии действий солидарность внесли на рассмотрение парламента Молдавии кощунственный законопроект об упразднении Дня Победы 9 мая его подмене днем поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне 8 мая попытка стереть из памяти священной для большинства жителей Молдавии праздник вызвала резкое неприятие в молдавском обществе идем дальше 26 мая 3 июня в Кишиневе прошли многочисленные митинги против этой антинародной инициативы под таким нажимом авторы данной инициативы 5 июня внесли поправку в свой проект предложив назвать праздник Днем Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне вот у меня вопрос а зачем это все делается зачем властям Молдавии переименовывать памятник переименовывать праздник в память а тех кто отстаивал не просто интересы народа а жизнь и дальнейшую судьбу граждан жителей Молдавии зачем что в этом такого ныне необходимого и насущного для чего это делается проблем не осталось победили коррупцию победили наверное не знаю нищету победили не знаю бюрократию все вопросы с безопасностью с здравоохранением не знаю кстати говоря общественным согласием все придвинуло в норму так сказать ни сучка ни задоринки и осталось просто только так сказать навести порядок в праздниках и заиграет жизнь новыми красками да нет конечно абсурд полный проблем столько сколько никогда не было даже в самые тяжелые годы зачем браться за то что дополнительно привнесет в общество не раскол не раскол а противостояние раскол это еще не самое страшное противостояние когда люди пойдут стенка на стенку и за себя и за предков для чего это делается разве человек который думает о гражданах Молдавии заявляет о том что является руководителем Молдавии поступил бы так стравливая граждан своей страны одних против других никогда это фейковое руководство Молдавии это люди которые только выдают себя за руководство страны а на самом деле они являются проводниками интересов совершенно других государств ровно поэтому все что связано с идентичностью Молдавии все что связано с идентичностью народа с культурой особенностями традициями историческими датами всем тем что так важно для народа Молдавии с точки зрения нынешнего руководства этой страны должно быть уничтожено и они системно изничтожают самобытность Молдавии как народа как нации и понятно для чего они даже этого не скрывают просто называют это не до конца правдиво называют евроинтеграцией да какая же это евроинтеграция евроинтеграция не требует переиначивания дней которые важны для народа страны которые мало того имеют международно правовую основу своего существования в виде Нюрнбергского трибунала в виде резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в виде огромного количества документов которые принимались внутри самой Молдавии на протяжении последних десятилетий евроинтеграция этого не требует такое может потребовать только евроизничтожение и европоглощение а это согласитесь разные вещи 29 мая президент Молдавии Санду анонсировал создание национального центра борьбы с пропагандой которая называется патриот власти не скрывают что речь идет именно о российской пропаганде от влияния которой предполагается защитить молдавских граждан ну молдавских граждан уже защитили от молдавского языка вот на днях пытались защитить от праздника победы молдавских граждан защищают практически от всего от работы от денег от связи с их братьями сестрами с их родственниками в той же самой России теперь решили защитить от пропаганды прозападные украинские СМИ абсолютно конечно вне подозрения они пропагандой никогда не занимаются что вы не вещают в Молдавии без ограничений при этом сами молдавские граждане уже нарекли новую структуру министерством правды реальная задача которого зачистка публичного пространства от любого инакомыслия по принципу все что не о евроинтеграции то дезинформация люди понимают что создается еще один инструмент подавления свободы то есть самой свободы за которую они голосовали на президентских и парламентских выборах в ноябре 20 и в июле 21 года вы знаете почему я так уверенно говорю о разрушительной для молдавского народа роли руководства Молдавии да пожалуйста доказательства есть если бы все то что сейчас творит руководство Молдавии оно объявило бы до выборов тогда другое дело тогда это был бы выбор граждан вот если бы до выборов гражданам Молдавии рассказали что с ними будут делать вопросов ни у кого бы не возникло ни у кого не было никаких сомнений что это делается в интересах тех кто за это проголосовал но ведь ни о чем подобном до выборов Санду и вся ее губкомпания не сообщали 1 июня в замке Мимини далеко от Кишинева прошел второй саммит европейского политического сообщества который вызвал отторжение у широкой молдавской общественности граждане страны открыто говорили о том что проведение как они называли праздника евросолидарности в их стране испытывающие серьезные финансовые экономические сложности по меньшей мере фальшиво и лицемерно разумеется отношение между властью и народом это безусловно внутреннее дело Молдавии опять же просто маленькая поправка ведь это власти Молдавии на протяжении уже считайте длительного времени бесконечно используют Россию как фактор мы отвечаем Россия не вмешивается внутреннее дело Молдавии в отличие от коллективного запада ничего не требует ничего не предлагает переначивать переписать не ставит никаких условий просто соблюдает все эти договоренности которые имеются развивает отношения там где-то еще не заблокировано Санду и ее командой и просто наблюдает за тем к сожалению как люди пришедшие совершенно под другими лозунгами к руководству в Кишиневе разрушают свою собственную страну хотелось бы однако верить что официальный Кишинев проедет здравый смысл и откажется от политики раскалывающей молдавское общество все-таки в одном регионе живем ну и конечно о спекуляциях в Молдавии вокруг участия страны в СНГ они там с пропагандой российской борются но у меня есть антифейки ловите в Молдавии не прекращаются спекуляции вокруг участия страны в СНГ на разных уровнях представители молдавских властей твердят о невостребованности содружества и выходе из него вот опять же президент Санду заявила о том что саммитов СНГ в Молдавии больше не будет у меня вопрос один можно уточнить а больше чем когда не будет саммитов СНГ в Молдове я обращаю внимание к спаже Санду что встречи на высшем уровне по линии этой самой организации на территории Молдавии не проводились с 2009 года сами наверное можете посчитать сколько это лет так что содружество уже давно успешно обходится к сожалению без и Санду и в принципе к сожалению без Кишинева как площадки но это мне кажется как-то самонадеянно для Санду говорить о том что больше никогда ничего я просто хочу обратить внимание что с приходом к власти в стране прозападных сил был взят курс на сворачивание участия страны в делах СНГ за последние полтора года официально Кишинев не присутствовал ни на одном заседании глав государств правительств и министров иностранных дел и не присоединился ни к одному решению а также запустил процесс выхода из межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ отказался от реализации программы культурной столицы Содружества в городе Камрате и не выплачивает долевой взнос бюджета СНГ начал процесс денонсации ряда соглашений подписанных в рамках Содружества а что такое что-то было вне интересов или противоречило интересам народа Молдавии или народ Молдавии как всегда не спросил Маясанду при этом линия молдавских властей абсолютно двулична давая понять о стремлении расстаться с СНГ они тем не менее не спешат отказываться от имеющихся социально-экономических преимуществ для участия Содружества речь главным образом идет о первое безвизовом режиме зоне второе свободной торговли третье трудовых социальных и иных преференциях для трудовых мигрантов вероятно не могут стереть даже из своей короткой исторической памяти тот факт что и поныне почти четверть товара оборота Молдавии по прежнему приходится на государство СНГ и мы только рады этому у нас нет с этим никаких проблем почему у Майи Санду с этим проблема ей не нравится что ее народ по прежнему получает доход может быть указанные обстоятельства все же как-то приведут официальный Кишинев к какому-то не знаю какой-то адекватности руководство Молдавии в интересах собственных граждан предпочтет прагматичный подход продолжить участие в содружестве не знаю посмотрим время рассудит покажет много раз мы слышали как трансформируется никогда в нечто иное еще раз дальше будет видно переходим к другой теме хотел бы сказать несколько слов о том что сегодня на официальном сайте министерства опубликован очередной доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах в круг таких отдельных стран уже традиционно были включены самопровозглашенные образцовые конечно в кавычках западной демократии они сами себя наделили правом на экспорт собственных правозащитных стандартов под ведом универсальных тоже сами придумали что они универсальные и занимаются так сказать их пропихиванием по всему миру они однажды сочли что имеют привилегию критиковать получать остальной мир давать оценку внутренней и внешней политики проводимой правительствами других стран ну и вот как никто их видимо раньше остановить не мог сейчас времена меняются в конечном счете тема прав человека стала предметом спекуляции в угоду сиументным конъюнктурным потребностям инструментом бесцеремонного неограниченного вмешательства внутренних дел суверенных государств и что самое страшное нагнетание конфронтации забытым вдруг оказался принцип универсальности неделимости и взаимозависимости прав человека так право на свободу мнений их выражения пресловода и свободу слова на западе было объявлено абсолютным именно его соблюдением сегодня оправдывается бездействие официальных властей в отношении самого широкого спектра проявлений нетерпимости расизма дискриминации наконец героизации нацизма и неонацизма вследствие этого мы повсеместно наблюдаем как в государствах переживающих ужасы едва ли не самой кровопролитной войны в истории человечества второй мировой войны как там поднимают головы национал-радикалы как там активизируются попытки расколоть общество по национальному языковому принципу но это кстати говоря уже по моему к сожалению общемировая проблема отдельно следует упомянуть усилия западных стран и их союзников по переписыванию истории второй мировой войны и ревизии ее итогов циничные попытки обеления военных преступлений и преступников и их пособников мы наблюдаем искажения исторических фактов нападки на культуру на традиционные ценности войну с памятниками мемориалами преследование религиозных организаций и все это происходит несмотря на выработанные в рамках международных структур механизмы которые направлены были на осуждение или допущение идей о превосходстве одной группы людей над другой мало того теперь никто уже и не скрывает что есть некий золотой миллиард с точки зрения Европейского союза НАТО Вашингтона Лондона и все остальные которые должны этот золотой миллиард там обслуживать тем не менее представители западных политических элит остаются заложниками мышления в духе колониализма и неоколониализма очевидная тому иллюстрация недавняя резонансная фраза верховного представителя ЕС по иностранным делам которая стала мемом про прекрасные сады джунгли подобным взглядом соответствуется стремление насаждать свой порядок основанный на правилах противопоставляя его международному праву сейчас они правда пытаются отыграть назад и рассказывают о том что миропорядок основанный на правилах это и есть международное право если миропорядок основанный на правилах которые продвигаются западом и есть международное право тогда оставьте международное право и не придумайте новых терминов если вы придумали новый термин значит это что-то иное и что-то отличное от предыдущего международного права сегодня все эти проявления видны невооруженным глазом события 22 года показали что двуличные подходы использовали с западом с единственной целью нанести как можно больше вред а теперь уже как они называют стратегическое поражение России и русскому миру это уже никто и не скрывает в ход идут абсолютно любые силы, средства впрочем история 20 века содержит весьма показательные примеры на этот счет мы считаем что в формирующихся в новом мире и более справедливой системе международных отношений будет полностью реализован принцип подлинного уважения суверенитета исторических, культурных религиозных национальных особенностях государства мира не будет места колониализму неоколониализму расизму разовой дискриминации и связанной с ними нетерпимости не будут допустимы в ней попытки отдельных стран подмять под себя систему международного права использовать его универсальные правозащитные механизмы в корыстных целях приватизировать такие понятия как демократия свобода знаю и вообще как-то считать одних исключительными а вторых вечно подчиненными исследования подготовленные в министерстве иностранных дел России в отличие от аналогичных американских и есовских изысканий не носят цели норовоучения или морализаторства ни в коем случае оно может претендовать на объективность ведь в нем использованы материалы правозащитных неправительных организаций учтены рекомендации международных универсальных и региональных механизмов в области прав человека в частности договорных органов то есть комитетов системы организации объединенных наций региональных в особенности европейских правозащитных институтов наш доклад прежде всего обобщает фактологическую информацию о нарушениях прав человека в упомянутом круге стран право давать моральную оценку мы оставляем за читателем за экспертами за аналитиками на 22 июня на полях 53 сессии Совета ООН запланировано проведение международной конференции в ходе которой пройдет презентация данного доклада МИД России и аналогичного исследования подготовленного нашими белорусскими партнерами вот кстати да об истории которую кто-то забыл кто-то отменил кто-то переписывает и правах человека покаяния и отсутствия такового вот просто пару слов о преступлениях британских колонизаторов в отношении коренных народов да это те самые британцы которые сейчас их получают что-то такое там требуют приписывают себе право на какую-то моральную оценку жестокость которой британцы проводили свою колонизаторскую политику хорошо известна народу мира по крайней мере была по крайней мере тем кто этим интересовался обширенная колониальная империя являлась для господствующих классов Британии буквально неиссякаемым источником обогащения сказочного обогащения преимущественно за счет беспощадной эксплуатации непокоренных территорий обеспечивалось успешно социально-экономическое развитие Британии за многие из этих преступлений Лондон извинений до сих пор не принес что уж тут говорить о чем-либо другом виде какой-то материальной компенсации историки напоминают столкнувшись с сопротивлением коренных народов британские колонизаторы в прошлом нередко были вынуждены с ними если не договориться то как минимум серьезно пересматривать свою линию одним из таких примеров стали Маури в Новой Зеландии приступивших первой четверти 19 века к активному освоению новозеландских островов британцев интересовали конечно местные плодородные угодья в первую очередь это ожидаемо привело к разногласиям с местным населением как раз с Маури которые решительно встали на защиту своих собственных земель земель своих предков находившись поначалу в меньшинстве британские колонизаторы вдали от метрополии и баз с вооружением решили ситуацию не обострять и завуалировав свои вот эти самые колонизаторские планы постарались придать видимость законности в феврале 1840 года в маорийском селении Вайтанге был подписан договор согласно которому в обмен на признание власти британской короны Маури получили документы на землю и права британских подданных в судах с правочеловеческой точки зрения кстати весьма в общем революционное решение для того времени которое никак не вписывалось в жесткую колонизаторскую политику британцев в других частях света казалось бы все нормально казалось бы все хорошо но не тут-то было это была лишь очередная ширма то есть та самая инсценировка о которой год назад в статье для газеты известия написал министр Сергей Лавров Лондон тогда документ так и не ратифицировал очень кстати говоря показательно для сегодняшней политики коллективного запада а британские суды признали его ничтожным как удобно обмануть не местное население а там в метрополии просто все это дозавуировать получив временную передышку британские колонизаторы затем начали активно присваивать себе земли коренных жителей это спровоцировало их национальное восстание в результате так называемых новозеландских земельных войн 1845 1872 годов погибло более 2000 маурии почти 800 британцев наиболее драматичным эпизодом стало восстание с июня 68 по март 69 года при подавлении которого британцы в методах себя вообще не ограничивали они действовали со свойственной жестокостью они просто стравливали племена между собой и хотя по итогам этих войн Лондон добился своей цели около 16 тысяч километров квадратных километров плодородных земель которые ранее принадлежали местному населению были конфискованы в пользу колониальной администрации подразделения британской армии были отозваны из Новой Зеландии а впоследствии Лондон был вынужден вернуться к договоренностям Вайтанги и начать процедуру выплаты компенсации которая не окончена еще до сих пор прекрасная история прекраснейшая история я считаю это те самые люди которые сейчас требуют какие-то компенсации репарации что-то там еще трибуналы какие-то придумали вы смаурит рассчитайтесь они с 1870-х ждут как рассчитаетесь хотя бы с Маури я сейчас официальному Лондону это все адресую сразу приступайте не к нам к эракцам вот перед ними надо перед ними надо тоже покаяться извиниться и тоже начать компенсационные выплаты ну а потом уже обсудим претензии в нашу сторону и нам будет что предъявить Лондону на наш взгляд конечно важно еще и другое вот этот воинственный дух мужества и упорства Маури позволили этому народу не повторить судьбу многих других жертв британских колонизаторов в частности полностью истребленных аборигенов в соседней Тасмании или высланных американцами в резервации индейцев в Северной Америке благодаря решительной борьбе за свою национальную независимость они добились для себя значительных прав сегодня в Новой Зеландии они составляют почти 17% населения а именно 850 с половиной тысяч человек из 5 миллионов населения страны они берегают свой уклад жизни они сохраняют язык культуру имеют гарантированное представительство в законодательных органах страны и занимают кстати высокие посты в правительстве Новой Зеландии поддерживают они и антиколониальные инициативы в том числе направленные на получение пострадавшими от произвола британских колонизаторов народами финансовых компенсаций одна из последних таких петиций с требованием официальных извинений и возмещения ущерба за подписью представителей 12 стран поступила на имя короля Британии Карла в начале мая текущего года убеждены что время для признания официальным лондоном ошибок своего колониального прошлого давно пришло пора приступать к делу и несколько слов о ситуации в Сенегале вызывает озабоченность сообщения о продолжающихся с 1 июня в Дакаре и ряде других городов Сенегала массовых беспорядках они явились кульминацией обострившегося в последнее время политического противостояния оппозиции с властью поводом стало вынесение обвинительного приговора оппозиционному деятелю руководителя партии ПАСТЭФ патриота Сенегала за труд этику и братство Усмана Санко с чем оказались категорически несогласны его сторонники согласно официальным данным распространенным Министерством внутренних дел Республики Сенегал на сегодняшний день в результате уличных столкновений 16 человек погибли более 350 получили ранения различной степени тяжести 500 человек задержано по информации посольства России в Дакаре среди пострадавших российских граждан нет рекомендуем россиянам на время воздержаться от поездок в Сенегал не вызванных крайней необходимостью до нормализации ситуации надеемся на скорейшее возвращение обстановки в дружественном Сенегале в мирное русло прекращение актов насилия и разрешение имеющихся разногласий путем диалога в рамках правового поля я хотела бы еще чуть подробнее остановиться на дне русского языка о котором сегодня уже говорили напомню 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина это и есть день русского языка решением департамента публичной информации он с 10 года этот день ежегодно отмечается в рамках программы развития многоязычия и культурного разообразия в целях поддержания равноправия шести официальных языков организации русский язык использовался с момента основания ООН и с тех пор играет важную роль в развитии диалога народов мира для нас конечно это особый праздник великий поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин по праву считается создателем современного литературного русского языка на протяжении многих веков именно русский язык способствовал формированию в нашей стране уникального сообщества народов представителей разных культур религии а также внес колоссальный вклад в развитие мировой цивилизации более того русский язык стал связующим звеном в общении представителей многих стран и регионов мира и по сей день служат важные цели взаимопонимания и уважения важность поддержки и продвижения русского языка на пространстве Содружества отмечена главами государств участников СНГ где в 23 году объявлен годом русского языка как языка межнационального общения российская федерация прилагает последовательные усилия по защите поддержки в мире русского языка мы высоко ценим интересы участия наших партнеров соотечественников в разноплановых мероприятиях направленных на его популяризацию вот например 5 июня в рамках 9 книжного фестиваля Красная площадь была представлена антология литератур народов стран СНГ это первая с 1991 года попытка познакомить народы дружеских стран с культурным ландшафтом друг друга с новыми литературными именами и значимыми произведениями укрепить культурные и гуманитарные связи в которых русский выступает в качестве языка посредника торжественные мероприятия посвященные празднованию Дня русского языка организуются ежегодно не только в нашей стране но как я уже сказала сегодня по всему миру российские депмиссии русские дома российские соотечественники выпускники советских и российских вузов которые проживают в самых разных уголках земного шара традиционно проводят множество разноплановых акций праздничные концерты тематические литературные чтения конференции встречи творческой интеллигенции конкурсы викторины лекции выставки открытые уроки русского языка я обращаю внимание ваше вновь на аккаунты МИД России в социальных сетях там огромное количество информации на этот счет традиция была продолжена в этом году и во многих зарубежных государствах где установлены памятники Пушкину при участии руководителей российских загранучреждений состоялись церемонии возложения цветов к монументам знак уважения и памяти о творчестве поэта были организованы круглые стал и литературные вечера мероприятия в таком формате состоялись например в Демократической Республике Конго на Мальсе проведены концерты лекции на тему русского языка на площадках местных университетов в частности в Абхазии Сирии на Кубе кроме того при активном участии ассоциации российских соотечественников в Аргентине Камбодже Киргизии Мьянме Румынии Турции прошли тематические мероприятия творческие конкурсы марафоны по чтению стихов викторины на знание русского языка это лишь небольшая часть состоявшихся акций география слишком широка поэтому на сайте в аккаунтах в соцсетях вы можете увидеть все своими глазами более подробно традиционно конечно высокий интерес вызвали мероприятия по сути Дня русского языка на площадках международных организаций как я уже сказала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке нашим представительством был проведен кинопоказ документального фильма родом из Вавилона лекции удивительная история русского алфавита организованная русской службой перевода ООН в Венском международном центре прошло торжественное открытие выставки путешествия по Москве с героями романа Евгения Онегин подготовленной государственным музеем Пушкина впервые по инициативе российского представительства при ЮНЕСКО состоялось празднование Дня русского языка с обширной культурной программой в штаб-квартире организации с участием руководителя Федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова и постоянных представителей государств участников СНГ при ЮНЕСКО особо хотелось бы отметить что несмотря на продолжающиеся на Западе попытки так называемой отмены культуры традиция проведения праздничных мероприятий приуроченных Дню русского языка была продолжена и в недружественных странах напомню потому что многие спрашивают ну как же так страны недружественные там мероприятия проходят ну мы говорим о режимах и квалифицируем именно режимы таким образом а люди и об этом по-моему наглядно свидетельствовал недавно прошедший в Москве конгресс русофилов не просто продолжают а отстаивают свое право любить русский язык русскую культуру нашу общую российскую историю многонациональную многоконфессиональную уходящую в древность с корнями на базе школ университетов культурных центров состоялись и конкурсы чтецов и пушкинские чтения и фестивали и олимпиады активное участие в организации принимали российские соотечественники конечно же за что им низкий поклон за их искреннюю неподдельную это не забота это не тяга это не вовлеченность это борьба настоящая за наше общее достояние и за наше такое же общее будущее потому что именно соотечественники играют ключевую роль в инициативах популяризации русского языка и российской культуры сохранения творческого наследия великого поэта зачастую за рубежом и также хотела бы сказать о том что сегодня в Казани стартует международный форум министров образования формируя будущее форум собрал более 100 делегатов профильных министерств из почти 40 стран мира включая очное участие порядка 20 министров образования зарубежных государств это крупнейшее мероприятие такого рода в России в текущем году который объявлен годом педагогики и наставника форум призван укрепить связи и способствовать обмену лучшим опытом в сфере образования наша страна открыта к сотрудничеству и готова делиться инновационными разработками и перспективными образовательными проектами российская система образования может по праву гордиться замечательными традициями отечественной педагогики сильными научными школами которые заложили основы для многих технологических прорывов и успехов в различных областях жизни обращаю внимание в ходе форума будет уделено проблемам воспитания нового поколения сохранения духовно-нравственных устоев семейных ценностей в приветствии гостям и участникам форума министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил прямая цитата в условиях тектонических сдвигов на мировой арене конструктивное взаимоуважительное международное сотрудничество в образовательной сфере объективно способствует формированию более справедливого и демократического многополярного мироустройства отражающего культурно-цивилизационное многообразие народов мира и еще одна тема тоже связанная с гуманитарной областью 11 июня высший курс иностранных языков МИД России отмечают 200-летие службы языковой подготовки министерства и 95-летие в КИА служба языковой подготовки МИД была официально учреждена 29 мая 1823 года высочайшим указом императора Александра I при азиатском департаменте МИД России в качестве учебного отдела для восточных языков с целью подготовки драгоманов это переводчики при европейском дипломатическом или консульском представительстве преимущественно в странах Востока для российских посольств миссий и консульских установлений обучение иностранным языкам было практическим и имело цель помочь учащимся овладеть именно столько чтобы по прибытии на службу в страны Востока они были в состоянии выполнять возлагаемые на них служебные поручения первоначально преподавались только арабский турецкий и персидский языки а с 1825 года по высочайшему повелению дополнительно было введено преподавание французского языка в разное время велось также преподавание итальянского новогреческого английского татарского языков преимущество разных турецких наречий в частности азербайджанского с 1930 года обучение на курсы стало обязательным для всех сотрудников в особенности для ответственных работников до этого обучение было добровольно посещение занятий приравнивалось к исполнению служебных обязанностей во все времена в ведомстве иностранных дел уделялось большое внимание языковой подготовке сотрудников занятия продолжались даже в период Великой Отечной войны более того к 1945 году количество изучаемых языков увеличилось до 19 в сентябре 1992 года по решению руководства министерства в КИА было введено преподавание языков страны СНГ и Балтии стартовала реформа системы повышения языковой квалификации сотрудников в КИА одним из первых в России разработал с учетом международного опыта концепцию уровня языковой подготовки дипломатов включающую в себя сертификацию уровня владения иностранным языком в настоящее время там обучают работников центрального аппарата из-за гран-учреждений и принимают квалификационные экзамены по 73 иностранным языкам особо хочу отметить что по случаю юбилея вышел вот только что сборник который так и называется очерки истории службы языковой подготовки ведомства иностранных дел России мы еще поздравим наших коллег с праздником 11 июня но предлагаю вам уже начать заранее подготовку к этому важнейшему кстати говоря для внешнеполитической службы дню к этой дате потому что без как вы понимаете знания иностранных языков а это ведь не только иностранный язык как система общения но в широком смысле система коммуникации конечно никакая дипломатическая служба существовать просто не в состоянии ну и безусловно 12 июня Россия мы будем отмечать государственный праздник в этот день в 1991 году первый съезд народных депутатов РСФР принял декларацию о государственном суверенитете РСФР 25 декабря 1991 года наша страна по вступившему силу закону стала называться Российская Федерация или Россия более подробный материал на этот счет мы обязательно опубликуем но опять же хотел бы привлечь внимание к нашим социальным сетям в этот день будет много интересных материалов и пожалуйста следите за ними но сразу же буквально стык в стык с нашим национальным праздником идет в этом году особенно важна эта дата 15 июня в этом году исполняется 225 лет со дня рождения выдающегося российского государственного деятеля политика и дипломата светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова его роль на посту главы внешнеполитического ведомства Российской империи невозможно переоценить 65 лет своей жизни он отдал дипломатии и 25 из них находился на посту министра иностранных дел также ближе к этой знаменательной дате мы опубликуем более подробный материал и сейчас я хочу перейти к вопросам пожалуйста с нами ли международная жизнь да здравствуйте Мария Владимировна да добрый день на днях госсекретарь США Антон Блинкин заявил что Вашингтон продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в Китае и по всему миру вот как бы Вы это заявление могли предприятировать Вы знаете я хочу сказать что мы сегодня с Вами много исторических дат так сказать вспомнили а есть еще одна как раз вот в эти самые дни правда много лет назад в ночь с 4 на 5 июня 1968 года был убит Роберт Кеннеди он был сенатором и в этом году учитывая еще раз что речь идет о 1968 годе это 55-летняя годовщина с его убийством до этого как Вы знаете был убит его брат президент Соединенных Штатов Америки непосредственно за год до убийства Роберта Кеннеди был убит Мартин Лютер Кинг это ну как сказать это не просто общественный деятель Соединенных Штатов Америки это борец за те самые права человека в их исконном понимании смысле истинном смысле о котором о котором известно всему миру и который дал миру очень много из личного примера я провела только 3 политических убийства и все они совершены в Соединенных Штатах Америки в отношении должностных лиц высших должностных лиц представителей законодательной исполнительной власти и гражданского общества только 3 да действительно вы правы Вашингтон привык получать всех остальных демократии либеральным ценностям свободе там не любят вспоминать что из 46 президентов США четверо стали жертвами убийц только не мифических хакеров которых никто никогда не видел но все о них говорят о своих собственных изнутри своей страны по крайней мере иного не доказано а еще на двоих президентов были совершены покушения история семьи Кеннеди в этом плане говорит по-моему сама за себя спустя всего всего 4 года после убийства 35 президента Джона Кеннеди а это убийство состоялось 22 ноября 63 года 55 лет назад в ночь как я уже сказала 4 на 5 июня 68 года в гостинице амбассадор в Лос-Анджелесе был застрелен его брат Роберт Кеннеди хотел бы напомнить что он на тот момент считался фаворитом президентской избирательной кампании я даже не знаю нужно ли дополнительно давать факты которые усугубляли ситуацию мне кажется нет да действительно он являлся фаворитом президентской избирательной кампании но одно то что он был представителем законодательной власти США что он был из-за семьи которая потеряла до этого президента Соединенных Штатов Америки который вышел из рядов Кеннеди мне кажется это уже само по себе достаточно для того чтобы понять что такое американское морализаторство на тему прав человека и как они говорят свобод защиты так сказать либеральных ценностей давайте еще пройдемся вот Роберт Кеннеди опять же это просто потому что это в эти же дни все происходило 65 лет назад я могу пример приводить огромное количество я взяла только тот который приходится на этот самый момент так вот Роберт Кеннеди который бытно с генеральным прокурором США начал борьбу с мафией в октябре 62 года в разгар Карибского кризиса прилагал максимум личных усилий для того чтобы его уладить этот самый Карибский кризис он был убит на пике своей политической карьеры как вы прекрасно понимаете как и в остальных случаях ну в частности как и с выстрелами в Далласе в ноябре 63 года в деле об убийстве старшего Кеннеди брата младшего Кеннеди брата до сих пор остается много как они называют белых пятен а на самом деле там просто одни сплошные вопросы я не буду сейчас рассказывать перечитать все версии на эту тему очень много издано специальной научной литературы я могу сказать только одно история американской политики хранит очень много неприглядных фактов которые намеренно замалчиваются американскими властями Вашингтон сам уже давно не соответствует тем стандартам демократии о которых повсеместно публично заявляет за продвижением такой пафосной лицемерной риторики которую они транслируют вовне на самом деле скрываются неуколониальные амбиции стремление любыми средствами защитить свои геополитические интересы и ускользающее влияние в мире поэтому рекомендую господину Блинкину набраться мужества и все-таки опубликовать все материалы относительно политических убийств президентов Соединенных Штатов Америки и в частности Джона Кеннеди и рассказать своему прежде всего своему народу правду о том что же случилось в Далласе а в данном случае что же еще случилось в Чикаго на съезде демократической партии когда был убит Роберт Кеннеди как только они поставят окончательную точку с фактами на руках с судебными решениями вот в этих самых политических убийствах смело могут браться за исправление дел у других стран а пока такие вопиющие преступления не раскрыты убийцы не найдены не осуждены я бы на месте американских руководителей рта бы не раскрывала в отношении других стран и прекратила бы поучать всех остальных как им жить раскройте дело убийства Кеннеди одного и второго тогда может быть может быть будут прислушиваться а может быть и не будут прислушиваться к ним как к авторитетам спасибо большое еще один вопрос на днях в различных средствах массовой информации появилась информация сообщения о том что министр обороны Индонезии предложил свой план урегулирования украинского кризиса как бы вы эту инициативу могли прокомментировать вы знаете мы с уважением относимся ко всем странам ко всем странам ко всем организациям и отдельным даже официальным лицам которые стремятся внести вклад в мирное урегулирование украинского кризиса я напомню таких предложений инициатив и попыток было по крайней мере около 20 я сейчас говорю только об официальных я не говорю об экспертных оценках мы помним об инициативе президента Индонезии Джоко Видада который говорил о необходимости прекращения огня обеспечения гуманитарного содействия и продовольственной безопасности мы обратили внимание на недавнюю инициативу министра обороны Индонезии предложенные им шаги перекликаются с минскими соглашениями которые как известно Киев киевский режим при поддержке запада саботировал на протяжении 8 лет речь идет о прекращении огня отведении сил и средств от линии соприкосновения как вы понимаете ни то ни другое украинская сторона не выполняла продолжая разрушать Донбасс и уничтожать его население ну какие же есть основания полагать что теперь Киев будет вести себя иначе по-моему он только подтвердил во-первых что и не собирался выполнять те минские договоренности а во-вторых вскрылась его просто истинная туристическая сущность экстремистская сущность и эта идеология не исчезнет никуда это сейчас даже не столько о самозапрете киевскому режиму самому себе вести переговоры сколько о той внутренней идеологии которая наполняет всех деятелей на банковые и которая им так сказать закладывается со стороны их западных кураторов мы абсолютно не видим необходимости и в повторных референдумах в наших новых регионах об их присоединении к России принятое населением ДНР ЛНР Запорожской Херсонской областей в сентябре 22 года решение является окончательным пересмотру не подлежит главная проблема заключается в том что киевский режим не только не хочет прекращать боевые действия но и заявляет о намерении одержать как они говорят победу над Россией на поле боя полностью исключая какие-либо политико-дипломатические возможности решения конфликта ну вот теперь уместно напомнить о самозапрете ведения каких-то переговоров на этот счет с Россией в этих условиях рекомендуем всем странам и организациям которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование направлять усилия на работу именно с киевским режимом и его западными спонсорами которые собственно и прервали переговорный процесс в апреле 22 года и которые продолжают делать ставку на затягивание конфликта это и запрет вести переговоры с Россией на законодательном уровне на Украине это и поставки вооружений это и туристическая деятельность ну и многое другое ну и конечно все заявления о том что никаких переговоров никакого мира только поле боя и так далее ну и соответственно тоже наверное такая же рекомендация всем тем кто из лучших подбуждений хочет каким-то образом внести свой вклад режим Зеленского необходимо убеждать прекратить боевые действия сесть за стол переговоров западников необходимо убеждать перестать накачивать высовооружениями направлять наемников и обучать украинских военных вот это на мой взгляд такая хорошая точка приложения усилий спасибо большое с нами ли телеканал rush today да здравствуйте ртбкан да здравствуйте здравствуйте амина миланков здесь как вы уже знаете посол россии сербии предупредил интервью ртбкан что на белграде сейчас оказывается сильное двойное давление как со стороны приштины а также и самого белграда посол также добавил что сербия угрожает цветная революция и в этом контексте наш вопрос каков посол москвы участникам политической жизни сербии особенно тем кто симпатизирует россии спасибо вам большое россия как искренне и честный друг сербии как вы знаете не вмешивается в ее внутренние дела мы всегда готовы предоставить нашу поддержку мы всегда предоставляли помощь и содействие сербии но вмешиваться внутренние дела мы никогда не вмешивались это просто в качестве базиса разумеется мы заинтересованы в стабильности в этом и регионе в целом и в этой братской стране в частности мы убеждены что сербский народ и избранное им руководство сами способны решать все вопросы национальной повестки дня этому не должны мешать злонамеренные внешние факторы которые в частности пытаются на травить Белград на Белград радикалов из Приштины и норовят воздействовать на законы власти Сербии используя так называемые ресурс улицы провоцируя любимые западом цветные революции как инструмент свержения неугодных правительств их заменой на марионеточные режимы ну и конечно стойкости духа сербскому народу а в этом я ни в коей мере никогда не сомневалась и не сомневаюсь спасибо большое с нами или Россия сегодня Россия сегодня с нами или не с нами да здравствуйте здравствуйте Мария Владимировна у нас вопрос как бы вы могли прокомментировать ситуацию вокруг эстонской НКО слава Украине вот стало известно о том что организация решила приостановить оказание финансовой помощи Киеву в связи с подозрением внецелевом использовании средств украинской стороной вы знаете мы уже это комментировали я могу сказать еще раз что сам факт этой аферы в общем нисколько не удивителен разоблачение ключевого информатора о существовании подставной фирмы фабрикации ценовых предложений задним числом вывозе из Эстонии наличных денежных средств якобы на помощь нуждающимся на Украине речь идет об использовании не по назначению пожертвований для этой страны на сумму более 6 миллионов долларов не только во всех красках описывает эстонско-украинскую мошенническую схему но дает просто по-моему очевидный вопрос очевидный ответ на вопрос чего на самом деле стоит вся нашумевшая помощь коллективного запада и насколько она искрення вот сейчас появилась информация по этому как бы НПО оно не самое крупное мягко говоря и суммы которые там прокручивались ну в общем на фоне миллиардов и миллиардов это конечно капля в море просто она показывает те схемы она показывает ту суть которая собственно говоря сейчас и заложена в том что называют на западе содействием Украине вот это содействие в действии собрать денег неважно с государств с народов с пожертвований с налогов не знаю через бюджеты неважно как собрать и дальше их просто пустить по различным каналом в обход народу Украины которому не достается из этого в принципе ничего уже видите как сейчас меняется законодательство во многих странах Европейского Союза которые ужесточают пребывание граждан Украины которые прибыли к ним как беженцы перемещенные лица которые стали заложником западной политики по смене режима на Украине вы же видите они же все заявляют один за другим я имею ввиду столицы стран Европейского Союза что им экономически сложно содержать украинских беженцев что они должны затянуть пояса только не себе а украинским беженцам и не на талии а на шее что они больше не могут принимать расселять кормить обувать и так далее хочется спросить а где же все те деньги которые собираются вот эти миллионы сотни миллионов миллиарда и так далее то есть ответ такой на убийство граждан Украины они деньги все время находят а на помощь реальную гуманитарную никогда а когда находят то эта помощь уходит вот такими мошенническими схемами совершенно в другие карманы вот совсем недавно руководитель этого НКО Йоханна Мария Лехтме сейчас генпрокуратуры Эстонии против нее возбуждено уголовное дело была удостоена звания это действительно очень смешно человека года в Эстонии а я согласна а я абсолютно с этим согласна вот это и есть человек года в Эстонии это и есть человек года в НАТО в Европейском Союзе в Западном мире вот это и есть символ человека года в их натоцентричной системе она получила в марте на секундочку депутатское кресло в парламенте ведь еще на прежнем месте работы она отметила с присвоением круглоденежной суммы в результате подделки финансовой отчетности но этого разумеется никто из эстонских политических деятелей не знал как бы и все и сегодня все дружно от данной истории попытались откреститься главное же она произнесла вот эту нацистскую кричалку и это и есть вот это зигование и есть ну не знаю как сказать волшебный это пароль к тому чтобы открывались все двери и кошельки и деньги текли рекой в нужном русле было бы интересно конечно почитать документы и договоры касавшиеся проводившихся так называемых гуманитарных компаний однако несмотря на многочисленные запросы журналистов там в Эстонии они почему-то так не предоставляются я хочу напомнить правительству и руководству Эстонии вы же себя заявляли как демократическое государство все время кичились какой-то своей особой демократии ну-ка предоставьте эти материалы общественность требует журналисты очень хотят да и мы бы почитали здорово же если вы столько лет вкачивали в эту структуру столько средств столько возможностей хочется понять каким образом все это проходило по следам этого сюжета очень раз доказывающего преступную сущность как своеобразных доноров так и рецепиентов хочется честно говоря обратиться к населению западных стран вот сколько вы еще будете верить слепо верить наивно верить что эти деньги которые из вас выколачивают выжимают не знаю которые вас отбирают идут на помощь гражданам Украины вы сколько в это будете верить повторять как мантру убеждать самих себе это же вранье чистой воды эти деньги в лучшем случае идут на закупку вооружений боеприпасов для киевского режима в лучшем случае я сейчас употребляю не потому что считаю это лучшим случаем я говорю о том что хотя бы какая-то отчетность есть а в основном то все это попадает либо в карманы тех самых якобы общественников таких же как белые каски были в Сирии вот такие же НПО в Эстонии в Германии их навалом в Северной Европе не так давно они назывались называли себя аналогичные гуманитарщиками сирийскими вот я привела название белые каски а пару десятилетий назад точно так же террористы Северного Кавказа с шапкой ходили по лондонским парижским брюссельским домам собирая на поддержку демократии в Чечне а на самом деле они были настоящими головорезами это одно и то же это страшная кровавая история сбора денег под эгидой гуманитарной помощи а на самом деле все это идет сами понимаете куда либо разворовывается либо на вооружение либо просто на перепродажу на закупку вооружения и перепродажу его на черные рынки кстати мы не так давно озвучивали информацию относительно черной трансплантологии тоже не надо забывать о том что многие из структур которые называют себя гуманитарщиками неправительственными организациями занимаются и таким бизнесом в том числе поэтому просто нужно знать историю в том числе и новейшую и не попадаться на этот с одной стороны блестящий но очень острый крючок есть ли у вас еще вопросы нет тогда идем дальше спасибо медиакорпорация Китая с нами да здравствуйте у нас два вопроса сегодня министр обороны КНР Ли Шанфу выступая на азиатском форуме по безопасности в Сингапуре заявил о четырех пунктах инициативы по безопасности это взаимное уважение которое должно преобладать над издевательствами гегемонии справедливости и правосудия которые должны выходить за рамки закона джунглей устранение конфликтов и конфронтации посредством взаимного доверия и консультации и предотвращение блоковой конфронтации с помощью открытости и инклюзивности также он заявил что сегодня современный азиатско-техниканский регион создается в открытом и инклюзивном сотрудничестве они в объединении в небольшие клики как Москва оценивает четыре точки инициативы Минобороны КНР и что эти инициативы означают в сегодняшнем международном контексте напомню что Россия и Китай тесно сотрудничают по проблематике безопасности как в ВТР так и в глобальном масштабе и мы конечно с большим вниманием относимся ко всем соответствующим инициативам китайской стороны опыт взаимоотношений и взаимодействия с партнерами в Азии и на общеконтинентальном и евразийском пространстве подтверждает что в мире сейчас складывается устойчивый запрос на формирование открытых зон безопасного развития высокой динамикой кооперационных процессов востребована комфортная международная среда в которой государства могли бы успешно сотрудничать в интересах для всех я имею в виду в интересах для всех игроков на взаимопривлекательной прагматичной основе без политизации без агрессивной конфронтационной стратегии идеологии именно в такой системе координат работают например ключевые многосторонние объединения евразии среди них один из примеров это шанхайская организация сотрудничества она сегодня выступает одним из центров притяжения для сопредельных регионов спектр тем кооперации на таком бесшовном пространстве ШОС широк это и количество направлений отраслевого взаимодействия которое достигло 2028 и темы которые находятся еще в разработке и судя по показателям роста организации это точно еще не количественный предел как еще раз говорю много есть взаимоинтересных тем и на этом фоне обеспокоенность вызывает непрекращающиеся попытки запада воспрепятствовать магистральным тенденциям созидательного ссоразвития желание бесконечно расшатать сломать деформировать сформировавшуюся в течение десятилетия архитектуру межгосударственных отношений разорвать сложившиеся между странами регионами устойчивые связи и видим мы это в том числе и на примере деструктивной активности Вашингтона и его сателлитов на примере Азии в той части мира где фундаментом безопасного сотрудничества всегда выступала осяноцентричная система спасибо и еще один вопрос по сообщениям в Японии с 5 июня рабочие начали заполнять морской водой тоннель построенный для сброса обработанной и разбавленной воды с СССР как Москва оценивает решение Японии сбросить в море ядерные источные воды несмотря на возражения международного сообщества и какие меры принимает российская страна знаете с одной стороны Япония утверждает что планируемые компании ТЭПКО сброс радиоактивной воды с АЭС Фокусима-1 в океан не создает значимой угрозы здоровью проживающих в данном регионе людей а также окружающей среде мы в принципиальном плане допускаем что это действительно так однако есть определенные настораживающие моменты Россия собственно говоря как и Китай настаивает на том что Токио должен проявить максимальную транспарентность в отношении своих планов обеспечить заинтересованным государством полный доступ ко всей интересующей их информации а также в случае необходимости к взятию проб воды к сожалению в данный момент должной открытости со стороны Японии мы не наблюдаем что самое интересное а вот народу Японии не интересно знать какую воду будут сбрасывать в их же акваторию я понимаю что Россия и Китай заботятся о своем населении поэтому ставят такие вопросы а народ-то Японии население японское разве не заинтересовано в том чтобы узнать правду и получить все эти данные в открытом формате нам что-то рассказывают что Япония это тоже какая-то там развитая демократия с свободой слова и так далее и так далее я прошу прощения я понимаю что наверное свобода слова важна в каких-то теоретических изысканиях наверное должна применяться с точки зрения Токио в других частях света применить ее сами к себе откройте эту информацию и для своего населения и для всей планеты по-моему это то что должно сделать правительство Японии все непременно мы с китайскими партнерами дважды направляли японской стороне список вопросов относительно намерения осуществить сброс воды на некоторые из них ответы были получены но на ряд вопросов вместо разъяснений по существу последовала крайне последовала такая крайне нервная реакция это наводит на мысль о том что наши обращения к Токио вполне обоснованы еще раз если правительство России и правительство Китая так сказать в интересах собственного населения эти вопросы ставят мне кажется логичным было бы чтобы правительство Японии в первую очередь в интересах своих же граждан подданных на эти вопросы бы ответило публично с учетом далеко не идеального послуженного списка Япония в вопросах ядерной безопасности мы не можем пустить ситуацию на самотек в том числе и по ряду данных связанных с этой непосредственной компанией напомню речь идет о компании Тепко она неоднократно скрывала информацию о проблемах в этой сфере в частности в 2002 году выяснилось что это японская компания Тепко в течение как минимум 15 лет предоставляла правительству Японии фальсифицированные данные о безопасности своих атомных электростанций в том числе относительно имевших место инцидентов вот в 2007 году в результате землетрясения произошла авария на принадлежащей на принадлежащей компании Тепко АЭС Кавадзаки Карива в тот раз тяжелых последствий удалось избежать однако компания Тепко не своевременно проинформировала о внештатной ситуации планы Токио по существованию сброса радиоактивной воды вызывают вопросы не только у России и соседних стран я еще раз подчеркну они вызывают озабоченность в самой Японии в частности у природоохранных сообществ работников рыболовной отрасли хотелось бы подчеркнуть мы заранее ни в коем случае ни в чем не обвиняем Токио однако призываем настоять на Токио проявлять как можно большую транспарентность и информировать обо всех своих действиях которые могут представлять радиационную угрозу по-моему очень справедливое требование так если у вас все тогда идем дальше с нами Леонюсру портал здравствуйте портал news.ru на месте у нас сегодня три вопроса как в Москве комментируют заявление секретаря Совбеза Армении о том что в вопросе разблокирования связи с Азербайджаном только Армения будет осуществлять пограничную службу как известно в девятом пункте трехстороннего заявления говорится что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничных служб ФСБ России во-первых там вы не полностью это заявление прокомментировали там в общем были действительно такие выпады в адрес Москвы поэтому во-первых хотелось бы чтобы упомянутый вами высокопоставленный представитель Армении все-таки определился либо нормальный диалог который не просто возможен который должен быть и опыт которого у нас есть с армянской стороной либо вот такие вот заявления мы выбираем первое второе что касается тематики разблокирования коммуникации в регионе то она предметно прорабатывается вице-премьерами России Азербайджана и Армении поэтому не считаю правильным реагировать на такие комментарии со стороны это компетенция соответствующих представителей которые были обозначены и которым в их функциональной обязанности было вменено рассмотрение подобных вопросов руководством каждой из трех стран спасибо второй вопрос как Москве оценивают активизацию западных стран на Южном Кавказе за последнее время в июне прошли пятисторонние переговоры в Кишиневе подобные контакты уже запланировали на осень этого года а в следующем месяце уже запланировали а в следующем месяце Баку и Ереван проведут очередной раунд переговоров на уровне МИД в Вашингтоне Вы знаете мы неоднократно заявляли что ведем работу по нормализации отношений Баку и Еревана в трехстороннем формате Россия Азербайджан Армения на основе заявления лидеров наших стран мы считаем комплекс трехсторонних договоренностей безальтернативной дорожной картой для процесса примирения двух братских для России народов в этой работе есть свои треки своя динамика переговорного процесса свои форматы свои дополнительные инструменты мы не пытаемся ничего форсировать мы идем по намеченному плану реализуем все что о чем было договорено для нас всегда остается приоритетом сближение подхода в Азербайджан и Армении выработка устойчивых сбалансированных решений именно такому подходу и именно такой работе мы готовы в дальнейшем всячески содействовать что касается действий США и Евросоюза то безусловно возникают вопросы чем вызваны их внезапная повышенная активность армяно-азербайджанской нормализации ранее прежде всего кстати говоря со стороны Европейского Союза к закавказской проблематике особого интереса никто не проявлял сейчас же видимо поменялась конъюнктура и давайте сошлемся на опыт исторический а он показывает что навязыванные извне так называемые мирные формулы особенно которые так сказать рекомендуются и пропихиваются буквально знаете в таком ускоренном режиме ни к чему хорошему никогда не приводили нужно знать историю региона нужно знать историю конфликта нужно знать историю народов нужно это и знать и глубоко чувствовать и самое главное быть заряженным на главную цель мирного истинного мирного урегулирования и еще не менее важная вещь не иметь какого-то знаете такого второго дна в своих действиях а быть искренним в желании достичь именно этой цели и задачи благодарю последний вопрос новый министр Турции Хакан Фидан заявил что он будет бороться против раздела мира на сферу влияния как вы предполагаете продолжит ли новое правительство Турции сбалансированный курс на одновременное укрепление отношений с Москвой и Вашингтоном и когда ожидать визита нового турецкого министра в Москву спасибо у нас все вы знаете это конечно в большей степени вопрос к турецкой стороне и по их планам мы ориентируемся на конечно сначала на заявления которые были сделаны избранным президентом Эрдоганом о том что Анкара намерена продолжать развивать взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с Россией которое отвечает коренным интересам наших народов мы конечно приветствуем подобный конструктивный настрой и будем уже так сказать со своей стороны способствовать реализации именно такого двустороннего курса и следить за теми итогами которые должны будут появиться но все-таки в общем и в целом этот вопрос нужно адресовать детальные высказывания новых членов правительства которые приходят на посты все-таки нужно адресовать турецкой стороне я более чем уверена и второй момент также что касается визита пожалуйста обратитесь к турецкой стороне по графику их контактов если у нас будет на этот счет дополнительная информация обязательно с ней поделимся понял спасибо большое так с нами Ана Далу да здравствуйте Мария Владимировна у нас сегодня три вопроса первый вопрос такой Москва не раз отмечала что Запад увеличивает тяжесть поставляемых в Украине вооружений допускает ли Россия что страны Запада дойдут в поставках вооружений Украине до ядерных носителей не с обедненным ураном а именно с полноценными ядерными зарядами ну если они хотят какой-то армагеддона если они хотят апокалипсиса то да если хоть какая-то логика самосохранения не сохранения других а самосохранения присутствует вот у западных режимов то нет вот тут вы же понимаете мы можем очень много сейчас теоретически на этот счет рассуждать но ответ-то прост если они хотят глобального безвозвратного коллапса то они это сделают но тогда уже все это совершенно очевидно что вы же видите что происходит даже даже собственную землю собственную землю киевский режим готов изничтожать как угодно я имею ввиду собственную с их точки зрения они же считают что это как бы их земля это их заявление это понятное дело что мы новые регионы не то что рассматриваем никогда никогда не подставим под сомнение их статус но киевский режим заявляет об этой земле как о своей и они ее и заражают обедненным ураном и готовы ее заливать водой и готовы сейчас травить аммиаком потому что как вы понимаете удобрения хороши в соответствующих количествах а вы наверное видели кадры облетевшие сейчас весь мир что происходит с лесополосой где все это спустилось туманом это только начало они эта логика еще раз говорю я абсолютно в этом уверена потому что мы видели это за последние десятилетия неоднократно это логика запрещенной террористической организации ИГИЛ вот ровно этим же путем идет Зеленский и его банда это уже не просто молодчики это уже не просто бандиты это не просто коррупционеры это реальная террористическая ячейка причем международная террористическая ячейка потому что там инструкторы иностранцы потому что там наемники иностранцы потому что они сопряжены с мировым черным рынком значит оружие потому что это незаконное трафикинг денег людей это черная трансплантология это весь набор характеризующий международный терроризм сомнений в этом просто нет поэтому если хочется на западе кому-то выключить на этой планете все и свет и в принципе существование тогда они наверное начнут поставлять еще и ядерное оружие киевскому режиму но это тогда конец всему это сразу нужно просто признать ну а какое отношение россии россия готовится или нет допускает или нет допускает что ну что что будут такие поставки я же вам только что ответил на этот вопрос ну вы ответили что они могут и не могут а исключаете так вы задайте вопрос вы же спрашиваете не о нас вы спрашиваете о том какие могут быть планы у представителей западных режимов вы задайте им вопрос это же так просто сделать набрать запрос в Брюссель Лондон в Вашингтон или например по 40 странам я бы на Вашем месте так и сделала идентичный запрос и получите соответствующие ответы вы их спросите какие у них вообще планы пусть они расскажут а почему мы должны комментировать их возможное безумие или возможный контроль над безумием это не наша тема спасибо второй вопрос отменит ли Россия решение о возобновлении авиасообщения с Грузией если Тбилиси присоединится к санкциям у Вас какой-то один и тот же стиль вопроса какой-то такой знаете гипотетически провокационный во-первых мы выстраиваем нашу линию исходя из существующих реалий а не исходим из неких гипотетических предположений комментируя их публично зачем это делать какой в этом смысл прямое авиасообщение это реальность вот эта реальность которую мы комментировали не раз было возобновлено с целью обеспечения контактов между грузинским и российским народами оно объективно отвечает интересам простых людей хотя я честно говоря не люблю это деление но для вот так сказать общественного применения видимо оно близко я считаю что все люди равны в своей сложности и простоте каждый человек индивидуален но имеется ввиду это было сделано для людей у которых нет возможности использовать какие-то объездные пути частную авиацию официальные самолеты а при этом которым нужно постоянно пересекать границу навещать родственников заниматься бизнесом решать проблемы и так далее и так далее и такие не запросы отдельные были а это в общем набат который звучал на протяжении длительного времени с обеих сторон кстати говоря да другое дело что мы видим что некоторым внешним силам это не по душе и вы прекрасно знаете о каких силах мы говорим да я очень хочу еще отметить что мы тут много слышали относительно того что эти авиарейсы нарушают какие-то запреты и так далее авиарейсы между Россией и Грузией никакие действующие санкционные режимы даже несмотря на всю их незаконность этих санкционных режимов даже если вот мы просто их фиксируем как существующие не как правомочные просто как существующие вот даже вот это все эти рейсы не нарушают но как вы видите это не смущает представителей США и ЕС которые не останавливаются в своих попытках диктовать свою волю навязывать двойные стандарты суверенным государством ну и вообще расшатывать ситуацию в регионе спасибо большое и последний вопрос в преддверии визита в Индию министр обороны Германии заявил что зависимость Нью-Дели от российского вооружения не отвечает интересам Берлина я готова поддержать своих партнеров таких как Индия и Индонезия и допустила возможность поставок подводных лодок этим странам вы знаете ну это к вопросу о золотом миллиарде цветущем саде и джунглях это и есть практическое измерение этих самых теоретических понятий это и есть неоколониализм я прошу прощения Индия не является колонией ФРГ Индия вообще не является колонией был трагический трагический по-настоящему трагический период в истории Индии когда ее пытались ее пытались британская монархия британская империя поставить на колени и сделать не знаю собственным придатком но ничего не вышло не сумели и не смогли в Лондоне переломить нацию цивилизацию которая называется Индия и уж куда лезет кто там вы сказали кто это такой заявил министр обороны я даже не представляю себя но с другой стороны мы же знаем историческую ревность Германии ко всем тем у кого эти колонии были может быть это старые песни о том что они считают главным спасибо большое с нами ли Москва Баку здравствуйте Мария Владимировна на один вопрос вы уже ответили который у нас был но вот в продолжении темы сегодня глава Миссии Евросоюза размещенной в Армении как ранее отмечал Брюссель нацеленный на способствование восстановления мира между Баку заявил что дополнительные новые оперативные центры этой самой миссии будут открыты еще в трех городах республики Армения как вы можете это прокомментировать будет ли это как-то способствовать умиротворению установлению безопасности в регионе если учитывать что в принципе Азербайджан был против такой миссии я не поняла какие центры где будут открыты новые дополнительные центры вот этой миссии ЕС заявил глава миссии будут развлечены дополнительно в трех городах Армении ну я честно говоря этой информации в деталях не видела если вы позволите я посмотрю о чем идет речь и просто о каких функциональных обязанностях идет речь идет ли речь о так сказать урегулировании так сказать Нагорно-Карабаха имеет ли это к этому отношение или это некие двусторонние не имеющие отношения к другим странам моментов взаимодействия Армении и Европейского союза если можно я просто уточню потому что пока у меня нет каких-то деталей которые в данном случае чрезвычайно важны об общем отношении к активности западников на этом направлении я сказала но по этой конкретной части мне нужно знать больше подробностей подразумевается что она будет в некотором роде расширена это как бы та же тема о установлении безопасности на условной границе Армении и Азербайджан различных инцидентов когда происходит если вы позволите я все-таки уточню потому что вы же прекрасно понимаете насколько эта тема чувствительна для всех и хочется действительно комментировать с опорой на факты я должна уточнить хорошо и вот я уже вижу информацию что премьер Азербайджана примет участие прибыл в Сочи и примет участие в заседании Евразийского межправсовета и Евразийском конгрессе как в МИД России могут прокомментировать актуальность для Российской Федерации взаимодействия с Азербайджаном в том в этом парламенте в рамках ЕАЭС но мы конечно приветствуем и высоко ценим интерес Азербайджана к деятельности ЕАЭС президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые принял участие в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического союза 25 мая текущего года в Москве ожидается прибытие премьер-министра Азербайджана на заседании Евразийского межправительственного совета это уже Сочи 7-9 июня то есть вот как раз в эти дни я еще раз так как мы находимся сейчас в Москве через это Сочи возможно он уже прибыл как бы его участие запланировано эти контакты крайне полезны мы считаем что повышение уровня взаимодействия Баку с ЕАЭС пронесло бы ощутимую экономическую выгоду всем сторонам такого сотрудничества и конечно оказало бы положительное влияние для укрепления межгосударственных связей и интеграционных процессов которые являются в первую очередь взаимовыгодными и основаны на взаимоуважительном подходе ну и конечно мы солидарны с партнерами в том что данное решение требует предварительной всесторонней взвешенной экспертной проработки спасибо идем дальше с нами ли Ура.ру добрый день Артем Александров Ура.ру здравствуйте у меня два основных вопроса один дополнительный первый вопрос посвящен недавней встрече заместителя Сергея Лаврова с представителем Египта вот в МИДе по поводу встречи писали что цен был сделан на вопросе нераспространения оружия массового поражения можете подробно подробнее рассказать об этой встрече и почему именно такой акцент был сделан на встрече с послом Египта да пожалуйста здесь нет ничего необычного с учетом традиционно дружественных двусторонних отношений Россия и Египет поддерживают тесные контакты и проводят регулярный обмен мнениями по широкому спектру вопросов международной безопасности в том числе по тематике контроля над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения в данном конкретном случае среди прочего обсуждалась тематика создания зоны свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки на Ближнем Востоке а также другие аспекты связанные с реализацией договора о нераспространении ядерного оружия и особую актуальность такие дискуссии приобретают в контексте запуска нового обзорного цикла ДНЯУ и проведения в августе в Вене первой сессии подготовительного комитета конференции по рассмотрению действий этого договора мы придаем важное значение поддержанию жизнеспособности ДНЯУ и открыто к диалогу по соответствующей проблематике со всеми заинтересованными сторонами спасибо второй вопрос значит в Казахстане сейчас уголовный срок отбывает Сергей Михайлович Шалашов это гражданин Казахстана но он воевал за ополченцев ДНР у него был и остается паспорт ДНР и вид на жительство в России был тем не менее он был арестован в Казахстане по статьям о наемничестве и таких случаев подобных ему вот с гражданами тех или иных стран СНГ их немало ну по крайней мере есть еще в Киргизе есть пример похожий вот занимается ли как-то системно МИД этим вопросом можно ли переговаривать с нашими партнерами соседей того чтобы они сделали исключение или проводили какие-то амнистии людей которые воюют на стороне ДНР и ЛНР воевали и сейчас их судят или они уже сидят по статьям о наемничестве да ну как вы понимаете во многом это было связано с существовавшей и ну с большим количеством проблем но одна из них это существовавшая в том числе и правовая неопределенность до того момента пока новые регионы не вошли в состав Российской Федерации и многие проблемы и вопросы проистекают оттуда это первый момент второй момент вы правы это не единичный случай аналогичные такие похожие симметричные и так далее имеются точной точной информации по количеству случаев вот как обычно мы говорим да у нас нет мы занимаемся безусловно каждым фактом который становится достоянием средств массовой информации о котором нам становится известно от ну например родственников от стран если речь идет о людях которые юридически ассоциированы с нашей страной граждане или семья есть и так далее и так далее это второй момент и безусловно третье МИД России держит подобные случаи в поле пристального внимания занимается поиском взаимоприемлемых механизмов решения проблемы и четвертый момент в настоящее время проводится межведомственная проверка всех обстоятельств вокруг Сергея Михайловича Шалашова по ее результатам будем определяться с возможными шагами спасибо большое за ответ последний дополнительный вопрос вот он тоже связан с Индией не так давно в Соединенных Штатах высказали недовольство тем что Индия достаточно дружественно имеет достаточно дружественное отношение с нами и предложили предложить им формат НАТО плюс вот соответственно если можно могли бы прокомментировать такие инициативы насколько они угрожают России потенциально вот все спасибо да это угрожает ну во-первых еще раз вот эти бесконечные заявления как бы знаете о каких-то странах с нравоучениями в адрес суверенных государств это во многом признаки неоколониальной логики у каждой суверенной страны у государства есть возможность равноправно свободно обсуждать свое будущее принимать решения и так далее но вот советы в частности Индии такие же советы даются очень многим странам африканского континента Азии Латинской Америки что им делать не знаю в оборонной сфере информационной гуманитарной они неуместны на сегодняшний день просто неуместны потому что эти страны сами за себя способны решить и определить свою судьбу а во-вторых те кто дают извне такие советы не являются образцом поведения в тех сферах в которых они занимаются морализаторством теперь второй момент относительно вопросов безопасности насколько это опасно безопасно и так далее есть понятие стратегической стабильности безопасности баланса сил сложившихся устоев порядков в регионе вот что касается упомянутого и обозначенного вами региона то и мы сегодня об этом говорили он в принципе достаточно неплохо без Соединенных Штатов справлялся со своими проблемами и в общем если бы Соединенные Штаты еще сами инициативно не лезли в этот регион то вообще мне кажется многих проблем в принципе и не было бы если Соединенные Штаты будут накладывать свои собственные лекала на те регионы собственно говоря к которым они не совсем принадлежат ну понятно что ВТР через океан входит и в это понятие в том числе и Соединенные Штаты но если они внедряются и переписывают так как вы знаете они переиначивают теперь у них не АТР а индо-тихоокеанское партнерство если они еще и начинают перекраивать эти регионы по большому счету не спрашивая страны а просто навязывая очередную модель мы знаем чем это заканчивается это заканчивается всегда плохо как минимум дестабилизации а как правило какими-то кровавыми последствиями это нарушает тот уклад который сам себя обеспечивал и вполне себе давал ответы на какие-то внутренние проблемы и справлялся иммунитета во многом хватало то что сейчас делают Соединенные Штаты с регионом очевидно является частью их логики по экспансии по экспорту как они называют демократия на самом деле к сожалению поставки хаоса и дестабилизации ситуации в регионе очень большое так идем дальше с нами ли все у вас нет больше вопросов у меня нету ага окей Тверская 13 здравствуйте Мария Владимировна назвала вопросом как вы можете прокомментировать угрозу Владимира Зеленского российским военнослужащим на территории Приднестровья на европейском саммите в Молдове дословно Зеленский сказал если хотят жить то уйдут ну так это я же уже сегодня говорила это логика классической международной террористической ячейки ну вот так обычно международные террористы рассуждают вот в такой парадигме они и действуют заявление Зеленского именно и раскрывает агрессивный курс нацистского киевского режима угроза которого уже переходят на территории соседних государств то есть аппетит это растут столько вооружений запросили хочется видимо вообще так сказать планету поперекидывать с руки на руку ну такие примеры в истории были мы знаем с чего они на банковые узоры рисуют мы же об этом говорили мы внимательно следим за ситуацией вокруг Приднестровья и предостерегаем от любых попыток ее дестабилизации ситуация с размещением в регионе российских военнослужащих она хорошо известна они находятся в Приднестровье на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и оперативной группы российских войск их пребывание напрямую связано с перспективами политического регулирования Приднестровской проблемы в процессе которого Россия выступает в качестве посредника и гаранта ни у кого не должно быть сомнений что российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных Приднестровья и обеспечить защиту наших соотечественников российского миротворческого контингента военнослужащих и военных складов в поселке Колбасно которые они храняют и любые действия представляющие угрозу их безопасности будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию Спасибо Наш второй вопрос относительно мне кажется вы сегодня уже поднимали эту тему то что Бельгия заботилась применением бельгийского оружия на российской территории в формировании украинского ДРГ скажите пожалуйста ваше мнение это может остановить поставки там разума вооружения приостановит или это никак не повлияет 6 июня вчера в МИД России был вызван посол Бельгии в России Марк Михельсон вот как раз по этому самому вопросу ему был выражен протест в связи как-то страна как-то пыталась объяснить да вот сейчас я вам расскажу об этом ему был выражен протест в связи с вскрывшимися фактами использования бельгийского оружия украинскими диверсионно-разведывательными группами которые совершили туристические вылазки в Белгородской области 22 мая неоднократно предупреждали об опасности накачки ВСУ западными вооружениями техники а также их неконтролируемого расползания попадания в руки диверсионных террористических группировок ну и соответственно и на черные рынки сколько бы кураторы нынешнего украинского режима не заверяли что поставляют ему оружие исключительно в оборонительных целях ну теперь все все видят и понимают что это за оборонительные цели они поддерживают его применение для атак на территорию России и гражданскую инфраструктуру факты говорят сами за себя на западе не хотят и не могут контролировать поток вооружений которые поступают на Украину тоже очевидно свидетельство применения на территории России западного оружия в том числе бельгийского все более остро ставит вопрос о превращении стран поставщиков этих вооружений в непосредственных участников конфликта не могут этого не понимать и сами западные страны и по этим причинам нас не удивляет то что бельгийские власти озаботились вскрывшимися фактами и пытаются делать вид что они ни о чем не подозревали мы посмотрим чем завершится анонсированное расследование и каким конкретным результатом они приведут я вас уверяю не заботятся ни о нас вы понимаете что не мы являемся предметом их чаяни они понимают что все это переползает на территорию стран ЕС у них есть уже трагический опыт так сказать расползания оружия из Ближнего Востока которое точно так же запад отгружал и из Афганистана когда немеренно туда закачивалось оружие а потом оно расползалось по всему миру у них есть опыт совершения терактов в отношении собственных граждан с применением этого и оружия и соответственно обученных боевиков экстремистов обученных западом поэтому мы будем следить за тем чем закончатся анонсированные расследования каким конкретным результатом они приведут но очевидно что никакие расследования не остановят нескончаемый поток западных вооружений на Украину весь этот театр и все это рассчитано исключительно на внутреннюю публику бельгийских подданных которые попросту их просто попросту обманывают чтобы оправдать дальнейшую накачку киевского режима оружием который осуществляется фактически за их счет еще раз каких-то иллюзий по поводу прозрачности всех расследований у нас нет но шанс у бельгийского руководства как-то даже исходя из хотя бы собственной безопасности так сказать вразумится я думаю еще есть спасибо большое за ответ да с нами ли Москва после да здравствуйте у нас сегодня три вопроса первые по региону Северной Европы и Великобритании появилось сообщение о том что работа российских загранучреждений на этом направлении будет переформатирована не могли бы вы рассказать какие ожидаются изменения я пока могу действительно сказать что работа российских загранучреждений будет корректироваться с учетом задач которые сформулированы в концепции внешней политики Российской Федерации как только у нас будет так сказать практический результат мы о нем сообщим я имею ввиду по так сказать корректировке работы РЗУ обязательно вам расскажем но пока это все в процессе спасибо тогда следующий вопрос Bloomberg и Financial Times практически одновременно высказались по проблемам арктического региона и отношениям стран Запада с Россией в арктическом совета полноценное полноценное многостороннее сотрудничество в Заполярье без Российской Федерации это какой-то нонсенс потому что мы крупнейшая арктическая держава это просто невозможно ну это вот как знаете исключить Россию из восьмерки что будет делать восьмерка восьмерки просто не будет будет семерка будет все что угодно только не восьмерка поэтому здесь то же самое ну наверное что-то где-то они будут собираться если они что-то такое там будут продолжать какую-то эту возню но это уже не будет той работой которая закладывалась в основы данной структуры поэтому наше решение зависит от их действий Понятно спасибо и последний вопрос гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил пять условий обеспечения безопасности Запорожской АЭС вместе с этим он не готов признать что обстрелы станции ведут ВСУ эта история неопределенности продолжается уже много месяцев какое может быть найдено решение по защите АЭС от обстрелов Система немножко похожа на песню по-моему Игоря Николаева про пять причин первая причина это ты а вторая все твои мечты выступление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в сайте безопасности ООН и озвучены им пять рекомендаций по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции стали следствием того что киевский режим отказался от реализации его инициативы по созданию защитной зоны на данной атомной электростанции фактически рекомендации гендиректора МАГАТЭ они базировались на положениях именно этой инициативы в целом они соответствуют нашим подходам в том числе в отношении того как должна гарантироваться безопасность станции Россия никогда не размещала на территории запорожской атомной электростанции воинские контингенты военную технику предназначенную для наступательных действий и не планирует этого делать на станции находятся только те силы которые необходимы для ее охраны от нападений киевского режима а также для ликвидации их возможных последствий в ходе заседания Совета безопасности он рекомендации Рафаэля Гросси были отвернуты именно киевским режимом он пытался я имею в виду Украина пыталась переиначить их и диктовать свои условия ну собственно говоря в очередной раз продемонстрировать пытался продемонстрировать свою нацеленность на продолжение провокации в отношении запорожской атомной электростанции в связи рекомендаций гендиректора МАГАТЭ мы намерены обеспечивать защиту этого объекта таким образом чтобы не дать возможность киевскому режиму и соответственно коллективному западу который его поддерживает их нарушить Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на запорожскую атомную электростанцию критические важные объекты ее инфраструктуры включая линии электроснабжения станции ну и конечно город Энергодар в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей спасибо большое спасибо вам идем далее с нами Ли голос Отечества да здравствуйте Мария Владимировна добрый день вот Сергей Лавров Сергей Лавров недавно в одном из выступлений сказал о том что интернет полностью находится под единоличным контролем Соединенных Штатов Америки также говорил о том что нужно положить конец этой монополии и демократизировать управление интернетом вот каким способом это планируется делать каким будет структура интернета в многополярном мире будет ли это каждая страна полностью управлять своим сегментом интернета самостоятельно или это будет как-то иначе вы знаете дело в том что конечно это очевидно что Соединенные Штаты не могут контролировать весь интернет весь интернет это такой определенного вида космос это субкультура они не могут контролировать целые сегменты ни технологические ни операционные никак речь идет о том что они первое действительно владеют то есть их операторы владеют большим количеством технологических платформ которые много лет продвигали под флагом упаковывая их в такие мирные гражданские прекрасные инициативы для дружбы мира и коммуникации людей а при этом внедряли все большее количество спецоборудования специальных возможностей для слежки для контроля изнутри как за пользователями во всем мире так и за правительствами в различных суверенных государствах то есть о чем идет речь речь идет о том что многое из интернета из технологической базы из содержательной базы действительно находится в руках или под контролем Соединенных Штатов Америки второй момент то что Соединенные Штаты Америки провалили свою функцию свою объявленную роль в качестве не знаю такого честного миссионера который привнес и готов привнести в нашу жизнь абсолютно не меркантильно абсолютно честно абсолютно прозрачно некое благо для всеобщего процветания они просто провалили знали изначально что они будут использовать нетранспарентные то есть непрозрачные незаконные нелегитимные приемы при регулировании этого пространства не только в рамках своей страны но и за рубежом или это уже родилось по ходу движения я думаю что это еще вопрос к историкам к экспертам к политологам это еще предстоит все узнать судя по материалам Вики Ликс судя по материалам Эдварда Сноудена в общем это вызревало параллельно возможно не изначально в самой сути но уже много лет даже десятилетий все это развивалось в качестве системы контроля над пространством интернета третий момент очевидно что уже много лет как целый ряд стран начали бить в набат понимая что происходит что они сами как суверенные государства не могут контролировать или хотя бы как-то сдерживать натиск чужого контроля над собственным информационным пространством через интернет мессенджеры коммуникационные возможности и так далее они начали в срочном порядке вырабатывать собственное законодательство развивать свою технологическую базу у кого-то есть такие возможности а у кого-то нет отсюда родились целый ряд инициатив в том числе по линии нашей страны я имею ввиду Россия инициировала целый ряд предложений на международных площадках по нормальному международно-правовому демократичному прозрачному справедливому регулированию этой среды чтобы не было опять же деления на прекрасный сад и джунгли на золотой миллиард и всех остальных в подчинении на метрополии и колонии как вы понимаете все это западниками блокируется и на уровне так сказать айти гигантов и на уровне специальных служб и на уровне политического истеблишмента и так далее и так далее и следующий момент который очень важно понимать это отсюда произрастающая сегментация интернета по так называемым национальным квартирам то есть конечно еще раз говорю не каждая страна может обеспечить себя технологически и защитить себя соответственно юридически но те которые могут это сделать очевидно этой тенденции активно пользуются потому что то безудержное стремление США не просто доминировать за счет выигранной конкуренции а контролировать и подавлять все что им невыгодно встречает сопротивление и нежелание подчиняться очень многих и дальше эта тенденция только будет нарастать я думаю что тот шанс который был у нашей планеты на постранение единого информационного пространства я думаю что к сожалению не могу сказать что он упущен или был упущен но я могу сказать что США сыграли с этим совсем такую злую шутку они даже может быть не злую шутку сыграли но сколько являлись такими спойлерами этого процесса подрывая веру в то что единое информационное пространство возможно построить и жить всем в такой единой информационной среде я думаю что своими действиями своей нахрапистостью своим неуважением к законам как внутреннему законодательству своей же страны к международному праву так уж тем более законодательному внутреннему других стран они все испортили то есть понимаете удивительный момент того как на это же страна может представлять миру колоссальные возможности и тут же своими диковатыми действиями их обрубать эти возможности спасибо с нами ли журнал соотечественников вместе да мария вадим здравствуйте сложный вопрос есть все остальные конечно были простыми у меня всегда легкие это коллеги сложные а я только сейчас вот в связи с днем русского языка и днем россии в сетях и в том числе за границей в последнее время в дискуссиях все чаще встречаются утверждения такого типа мол не надо обвинять другие страны в том что они вышли из состава ссср россия тоже вышла из ссср то есть причастна к развалу ссср вот например позавчера в россии сегодня на пресс конференции под названием единства российской нации гарантии национальной безопасности тоже прозвучал вопрос в котором содержалось утверждение что россия вышла из состава ссср а ведь речь идет о чрезвычайно важной позиции далеко не теоретической российская федерация наследника ссср и в этом связь а не разрыв с советским союзом вот как мид россии трактует этот вопрос и правильно ли на ваш взгляд утверждение что россия вышла из состава ссср вы знаете у этого вопроса целый ряд измерений первый юридический наша правосубъектность закреплена в нашей конституции там есть четкая формулировка ну это глобальный уровень есть законодательные уровни так сказать целые учебники на этот счет написаны это первое измерение правовое оно четко зафиксировано в конституции нашей страны второе измерение историческое оно предполагает наверное комбинацию всех факторов и исторических реалий и исторических фактов которые кстати говоря как вы понимаете еще только вскрываются многое из того что тогда происходило только сейчас выходит на свет и конечно это в том числе и юридические аспекты которые тоже рассматриваются не только в контексте новейшей истории но и в таком историческом процессе есть также третье измерение это человеческое сколько людей переживших этот момент поскольку поскольку мы все современники тех событий столько и будет ответов на вопрос вне зависимости от юридических формулировок исторических фактов у каждого будет свое ощущение того периода поверьте мне а я думаю что вы это знаете и уж по общению с отечественниками для вас я думаю что это не проходящая тема сколько столько будет людей столько будет и восприятий и соответствующих ну я не знаю да приговоров тому периоду мало того вы прекрасно тоже знаете уверена в этом что люди пережившие те события во многом пересматривают свои взгляды со временем те оптимисты которые радовались происходящим событиям и трактовали их одним образом спустя десятилетия стали пессимистами и с удовольствием вернулись в то время чтобы что-то изменить и наоборот на тот момент так сказать застегнутые врасплох стихии исторического вот этого движения многие приспособились и пережили эти на тот момент очень сложные и кстати говоря в общем наверное мало с чем сопоставимые времена и оценивают это не с точки зрения наверное личной трагедии при этом понимая что для многих это стало именно трагичным моментом но они все-таки с этой ситуацией справились вот это только три измерения думаю есть еще много ну например измерение будущего которое сейчас формируется потому что мы конечно переживаем ситуацию которая является не просто отголоском не просто эхом а непосредственно взаимосвязано с теми событиями напрямую связано там называйте как хотите является детонацией является не знаю следствием тоже сколько будет экспертов столько будет мнений поэтому есть еще будущее измерение этой ситуации поэтому я не уверена что это как бы сложный вопрос в смысле того что он коварный или с подвохом это сложный вопрос потому что это вопрос очень длительного неоднократного и очень глубокого изучения и обсуждения я бы так на него ответила спасибо большое вам спасибо большое если нет если нет больше вопросов то я с вами прощаюсь всего хорошего до следующих встреч благополучия спасибо 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 Продолжение следует...